Глава шестая Вместо Узенья 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 И КУКРОШЕНИЮput Правда здесь он все же не удержался и разбавил комплимент Впрочем, некоторые считали, что в прежнем своем виде он был благоприятнее для здоровья, так как узкие улицы и высокие здания оберегали его от лучей палящего солнца, а теперь открытые и лишенные тени просторы, накалившись, обдают нестерпимым жаром. Ничего не скажешь. Воистину глубокомысленное рассуждение. Ну, конечно же, прежние узенькие кривые сырые улочки, куда даже в полдень не заглядывало солнце, высокие дома, лишенные водопровода и канализации, постоянный дурной запах от открытых желобов, по которым стекали помои и нечистоты, были куда более полезны для здоровья римлян. А уж какое развлечение доставляли частые пожары! Недовольных новым обликом Рима было все же немного. Если выбирать между смрадом и жаром, то любой нормальный человек предпочтет последнее. Да и жара в Риме пусть и частое явление, но ведь не круглосуточное. Строительные планы Нерона не ограничивались только пределами Рима. Он намеревался продлить городские стены до самой Остии, вдохновляясь историческим опытом Афин. Столица Атики соединялась с приморским городом Переем, так называемыми длинными стенами. Они обеспечивали безопасную связь города с морской гаванью. Для Рима, строго говоря, такое грандиозное сооружение было бы, конечно, очень эффектным, но полезность его была более чем сомнительна. Последний раз неприятель, это был грозный Ганнибал, подходил и то ненадолго к стенам Рима еще в далеком 211 году до новой эры. Во времена же Нерона, спустя 275 лет после Ганнибала, когда рубежи империи были отодвинуты до берегов Рейна и Дуная, появление неприятеля даже в пределах Италии было делом невозможным, тем более у стен столицы. Впрочем, другие его планы были вполне разумными. Строительство канала от Остии к Риму должно было улучшить снабжение города, поскольку недостаточно многоводный Тибр был малопригоден для прохождения большого количества крупных кораблей. Правда, от этого несомненно полезного строительства его отвлекли планы более эффектные, но с точки зрения большинства римлян малополезные. Кроме того, он начал строить купальню от Мизана до Авернского озера, крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвезти все байские горячие источники. Начал и канал от Аверна до самой Остии, чтобы можно было туда ездить на судах, но не по морю. Длиною он должен был быть в 160 миль, а шириной такой, чтобы разойтись могли две квинкверны, самые большие корабли с пятью рядами весел. Для производства этих работ он приказал всех ссыльных отовсюду свести в Италию, и даже уголовных преступников велел приговаривать только к этим работам. Эти грандиозные каналостроительные планы Нерону пообещали воплотить в жизнь два его главных архитектора – Север и Целлер. Тацет ядовито характеризует их как людей, наделенных изобретательностью и смелостью в попытках посредством искусства добиться того, в чем отказала природа, и в расточении казны принципса. Строительство канала Авернское озеро Остия оказалось неудачным. Нероны и его архитекторы не сумели учесть природные особенности местности, совершенно неподходящие для прорытия канала. Канал должен был идти по пустынному побережью через встречные горы к озеру, но кроме незначительных болот там не было влажных мест, способных заполнить канал водой. Вокруг же были только отвесные кручи и сплошные пески. Если канал Северу и Целлеру не удался по природным причинам, то наивысшим их достижением можно считать создание первой в мировой архитектурной практике дворцово-паркового шедевра «Золотого дома Нерона». Римлян поражал здесь не сам новый императорский дворец, который, кстати, начинали строить еще до пожара, а то, что дворец окружало. К нему прилегали луга, пруды, разбросанные словно в сельском уединении, леса, пустоши, с которых открывались далекие виды. Все это было построено по планам и под наблюдением Севера и Целлера. Эти великие люди предвосхитили на полторы с лишним тысячи лет появление подобных шедевров, где сочеталась дворцовая и садово-парковая архитектура, украсившая окрестности Парижа, Фонтенбло, Версаль и Санкт-Петербурга, Петергоф, Царское село, Павловск, Араньенбаум. А если говорить о собственно садово-парковой архитектуре двух великих римских строителей эпохи Нерона, то они предвосхитили еще одно явление, только в XVIII веке получившее распространение в Европе. Английский парк, главной особенностью которого является воспроизведение нетронутой, естественной красоты природы. В отличие от парка французского, где задача архитектора показать изумленным посетителям, сколь причудливо можно изменить природу по своему желанию. Благодаря Светонию мы имеем достаточно подробное и точное описание гениального творения зодчих Нерона. От Палатина до самого Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала проходным, а потом, после пожара и восстановления, золотым. О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора ростом в 120 футов, более 36 метров. Статую эту извоял скульптор Зенадор, о чем нам известно благодаря Плинию Старшему, знаменитому ученому, автору естественной истории, современнику Нерона. Площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был в милю длиной, 1600 метров. Внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями подобными городам, а затем поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них множество домашней скотины и диких зверей. В остальных покоях все было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами. В обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата была круглая, и днем и ночью она безостановочно вращалась вслед небосводу, в банях текли соленые и серные воды. И когда такой дворец был закончен и освещен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец-то, он будет жить по-человечески. При строительстве ансамбля Золотого дворца Север и Целлер впервые использовали революционное открытие римских зодчих «бетон». Строительство зданий из бетонных блоков позволило строителям экспериментировать со сводчатыми и купольными конструкциями, каковых во дворце было немало. Север и Целлер, насколько нам известно, были первыми архитекторами, которые продемонстрировали и использовали в широком масштабе понимание того, как использовать своды, пишет один из крупнейших антиковедов современности. Золотому дворцу Нерона суждено было сыграть еще и выдающуюся роль в искусстве в эпоху Возрождения, когда в конце XV века в Риме началось строительство большого числа новых зданий, и при этом неожиданно стали обнаруживаться огромные подземные пещеры, стены которых были покрыты поразительными по красоте рисунками. Эти несравненные по изяществу исполнения фрески являли собою целые живописные панно, изображавшие как реалистические, так и фантастические картины людям той эпохи крайне малопонятные. Изображались кентавры, сфинксы, сатиры, удивительные крылатые львы с орлиными головами, переплетались с гирляндами цветов и плодов. Эти фантастические персонажи чередовались с изображениями зеленых лужаек, где располагались вполне обыкновенные животные, птицы, люди. Присутствовали и воинские атрибуты – изображения копий, мечей, доспехов, а также атрибуты театрального искусства, маски трагических актеров, музыкальные инструменты. Открытые картины стали называть гротесками, поскольку они были обнаружены в пещерах. По-итальянски «гротеско» – пещерный. С тех пор словом «гротескный» и называются яркие, броские, жизнерадостные изображения, выполненные в необычном стиле, поражающие зрителей. Гротески римских пещер самым внимательным образом изучил великий Рафаэль со своими учениками. Росписи гротесков были воспроизведены им при работе над фресками в Ватикане. Долгое время оставалось непонятным, кто и зачем в далекой древности расписывал фресками подземные гроты. Никому до поры до времени не приходило в голову, что это вовсе не пещеры, а развалины, ушедшие со временем под землю, развалины почти полутора тысячелетней давности. Лишь много позже выяснится, что это руины знаменитого золотого дворца Нерона, воистину гениального творения римской архитектуры. Благодаря Тацету мы знаем имена обоих архитекторов, а из живописцев, расписавших фресками внутренние стены дворца, до нас дошло только имя художника Фабулла. Достойно сожаления, что время не сохранило это замечательное произведение римского зодчества, созданное по повелению Нерона. Но все в жизни имеет свою оборотную сторону. Восстановление, и не просто восстановление, а полная перестройка города с миллионным населением, да еще в самые короткие сроки, потребовало колоссальных финансовых затрат. Едва ли много меньших затрат потребовал комплекс Золотого дворца. На такие деньги наверняка можно было выстроить вполне приличный город. А сколько средств отнял так и не осуществившийся проект 160-мильного канала? Никакая казна никакой империи не могла выдержать таких расходов. Пришлось прибегать к дополнительным денежным сборам, что в конце концов опустошило всю империю, не исключая и самой Италии. Дошло до того, что Нерону пришлось пойти на самые крайние меры пополнения казны. Государство стало отбирать у храмов все золото, собранное там за долгое время. Это были пожертвования римского народа богам. И это вызвало широкое недовольство, поскольку такой способ поправки имперских финансов сочли святотатством. В Греции и Малой Азии, провинции Ахайя и Азия, посланные Нероном сборщики храмового достояния Акрат и Секунд Коренат, додумались до изъятия святилищ не только драгоценных даров и денег, но и статуй богов. Собственно, неудивительно, что именно в этих провинциях случилось такое. Там ведь находились самые знаменитые храмы греческого мира, где пребывали статуи богов, изваянные величайшими мастерами Эллады и бывшие поистине бесценными. Понятно, что все происходящее не могло не вызвать самого широкого недовольства в народе. И если в Греции и в провинции Азии могли все объяснить произволом самих сборщиков ценностей, то в Италии, в Риме все недовольство обращалось против Нерона. Благодарность за прекрасно отстроенный Рим быстро уступила место раздражению по поводу строительства невиданного по размерам и богатству дворца. А тут еще и очевидное святотатство. Число недовольных Нероном множилось. Настроения такого рода отражались и в окружении Нерона. Тацит приводит любопытный рассказ о поведении в эти дни уже три года как отставленного Сенеки. Бывший воспитатель и советник Цезаря, хотя и был не удел, но находился близ императорского двора. Когда он узнал, по чьему повелению изымались богатства храмов, то решил быть подальше от этого, дабы и на него не пала ответственность за происходящее. Даром, что Нерон давно уже не обращался к нему за советами. Узнав, что Сенека просит дозволение принципса удалиться из Рима в деревенскую глушь. Нерон верно истолковал эту просьбу, как нежелание находиться хотя бы в одном городе с императором, вершащим недостойные дела. Сенеки было отказано, и напуганный явным выражением Нероновой немилости, старик сказался жестоко больным и вообще перестал выходить из своих покоев. Были даже разговоры, очевидная реакция на явную опалу отставного советника и знание многих случаев расправ Нерона с опальными людьми, о попытке отравления Сенеки по приказу Нерона. Тревожное состояние общества в Риме внезапно обострило незначительное происшествие в городе Пренесте. Там попытку гладиаторов вырваться на свободу пресекла приставленная к ним воинская стража. Общественная реакция, однако, оказалась громкой, все сразу вспомнили о восстании Спартака и иных былых потрясениях. В другое, более спокойное время эпизод Пренесте, скорее всего, в Риме бы вообще мало кто счел заслуживающим внимания. В истории многократно бывало так. Правителя, утратившего былую популярность, люди готовы винить во всех бедах страны, вплоть до стихийных бедствий. И вот в эти дни пришло известие о гибели множества кораблей у Мизенского мыса. Согласно распоряжению Нерона, флот в указанное время должен был вернуться из гавани в форме и к берегам компании. И надо же было случиться такому, что разразилась буря, когда корабли как раз огибали Мизенский мыс. Непреодолимый ветер, пришедший от берегов Африки и потому именуемый Африкой, погнал корабли на берег близ города Кумы, разбив большие триремы, наиболее распространенные в римском флоте корабли с тремя рядами весел, и еще больше кораблей меньших размеров. Была ли в случившейся трагедии вина Нерона? Сомнительно. Тем не менее, молва возложила вину за гибель кораблей на Нерона. В довершении всего зловещее знамение, комета. А всем известно, по предшествующему опыту, что Нерон привык умилостивливать грозное небесное знамение пролитием славной крови. Значит, можно ожидать новых расправ в верхах, где всегда могут обнаружиться люди, опасные для принципса, одним своим существованием. Вспоминали, что совсем недавно, накануне Великого Пожара, Нерон принудил к самоубийству Тарквата Силана, вся вина которого состояла в том, что Август приходился ему прапрадедом. Несчастного Силана обвинили в попытке государственного переворота. Таркват вскрыл себе вены на обеих руках, а Нерон еще и поглумился над ним, сказав, что намеревался сохранить ему жизнь. Заговор Пизона Заговоры против принципсов не были частым явлением в первые века Римской империи. Обычно императоры приказывали убивать или отправляли в ссылку мнимых заговорщиков, людей, которые могли быть опасными в силу своего положения, происхождения и, наконец, личных качеств. Именно так действовал и Нерон в первое десятилетие своего правления. Вспомним судьбу Британика, Агриппины, Рубелия Плафта, Суллы, Октавии, Тарквата Силана. Никто из них не был заговорщиком, никто не злоумышлял на власть Нерона, но все они погибли, поскольку казались, а при желании и могли стать опасными. Сам Нерон это прекрасно сознавал и действовал либо, как он полагал, упреждающе, либо, что было чаще, на всякий случай. Действительная невиновность обреченных на гибель его не слишком волновала. Главное, что становилось меньше возможных опасностей. Действуя по-своему на опережение, Нерон долгое время полагал себя в безопасности от настоящих заговоров. Для них, правда, долгое время не было и серьезной почвы. В первые годы правления Нерон был очень популярен и в народе, и в Сенате. Его государственные дела, которые вершились с помощью достойных многоопытных советников, одобрялись римлянами. Шок от убийства Агриппины, конечно же, оставил свой след в душах римлян. Но поскольку дела государства шли неплохо, а сама убитая Августа вовсе не была образцом добродетелей, то до поры до времени это преступление Нерона не побуждало подданных задуматься о смене властителя. Нерон щадил пока сенаторов и римскую знать. Кажущихся и могущих быть опасными тогда еще только ссылали. К появлению заговора, направленного по-настоящему на свержение Нерона и его убийство, привел, очевидно, целый комплекс причин. В народе симпатии к нему резко пошатнулись после расправы с Октавией, пользовавшейся большой любовью римлян. Знать охладело к нему после начала его публичных выступлений в качестве кефарада и трагического актера. Нерон-артист не мог не раздражать и многих претарианцев. Император, явно предпочитавший Лиру-Мечу, недостоин уважения воинов. Нарастала неприязнь к Нерону и в среде сенаторов. Они были готовы терпеть даже такие унижения, как вынужденное восторженное одобрение убийства Агриппины, поддержку действия Нерона в отношении Октавии. Но когда Цезарь перешел к убийствам людей, почитаемых опасными в силу своего происхождения и положения в обществе, каждый из отцов Отечества должен был задуматься над своей судьбой. Ведь многие и многие из сенаторов были тесно связаны с жертвами Нерона, и каждый мог оказаться под ударом, ибо ему могли припомнить дружеское расположение к врагам. А когда ко всему этому добавилась жуткая слава Нерона как поджигателя Рима, а вскоре и святотаться за изъятие храмовых ценностей для наполнения казны, опустевшей из-за расходов на восстановление Рима, и что всех особенно раздражало строительство Золотого Дворца, то появление действительного заговора с самыми решительными намерениями не заставило себя ждать. Многообразие причин, по которым те или иные люди не жаловали Нерона, привело к весьма пестрому составу заговорщиков. Самыми серьезными участниками заговора следует признать претерианцев. Если среди тех, кто по долгу своему обязан быть безоговорочно предан императору, кто собственно и отвечал за его безопасность, появились заговорщики, причем из числа командиров, то означало это весьма скверный оборот дела для правящего принципса. Наиболее видными из заговорщиков претерианцев были трибуны Субрий Флав, Гавий Сильван, Стаций Проксум, а также Центурионы Сульпицей Аспер, Максим Скавр и Венет Павел. Но главное было то, что опорой своей заговорщики почитали префекта Притория Фения Руфа совместно с Тигелином, возглавлявшего претерианскую гвардию императора. У Руфа сложились неприязненные отношения со своим коллегой. Сам он был известен добрым нравом, достойным образом жизни и непричастностью к злодеяниям правления Нерона. Этим он решительно отличался от Тигелина ревностно и, если так можно выразиться, творчески, с фантазией, исполнявшего самые жестокие распоряжения Нерона. Теплых чувств префекты друг другу не испытывали. Но если Руф просто сторонился Тигелина, подчеркивая свое нерасположение к нему, то Тигелин в полном соответствии со своими нравственными качествами неустанно возводил обвинение на своего коллегу, стремясь очернить его в глазах Нерона, и главное — возбудить в мнительном Цезаре страх перед одним из командующих своей гвардией. Изобретательность Тигелина в очередной раз принесла свои плоды. Он нашептал Нерону, что Фений Руф был некогда в числе любовников Агриппины — это была совершеннейшая ложь. И потому, скорбя о ней, постоянно мечтает о мщении Цезарю, виня его в гибели Августы матери. Такого известия Нерон не мог не испугаться и стал с подозрением смотреть на Руфа, чего префект Притория не мог не почувствовать. Зная нрав императора и судьбу тех, кому он в последнее время менял отношение к худшему, Фений Руф счел за благо установить связь с заговорщиками. Из Приторианцев-заговорщиков своей лютой ненавистью к Нерону и готовностью пойти на крайние меры выделялись трибун Субрий Флав и Центурион Сульпицей Аспер. Флав, по слухам, дважды уже был готов совершить покушение на Нерона. В первый раз, когда тот пел на подмостках, а Приторианцы в качестве зрителей сидели в первых рядах публики. А во второй, когда во время великого пожара Нерон, уже спев крушение Трои и осознав, что в огне погибает и его собственный дворец со всем его добром, носился ночью по окрестностям города в одиночестве. В обоих случаях он оставался без охраны. Однако тираноборчество Флава носило отнюдь не безрассудный характер. Он прекрасно понимал, что в обоих случаях вокруг было множество людей, и убить ненавистного тирана так, чтобы остаться безнаказанным, было весьма затруднительно. Самопожертвование ради избавления Рима от злодейского правления Нерона доблестный трибун категорически исключал. Потому-то Тацит, рассказывая о неосуществленных замыслах Субрия Флава, небезъязвительной горечи замечал, что стремление обеспечить себе безнаказанность всегда препятствует осуществлению значительных начинаний. Помимо Флава и Аспера, особо жгучую ненависть к Нерону высказывали Марк Анней Лукан и Плафтий Латеран. Ненависть первого была сугубо поэтического происхождения. Нерон не мог скрыть зависть и к автору Фарсалии, сознав, что не способен сочинить что-либо соответствующее таланту Лукана. Мало того, что он сначала просто сорвал чтение поэмы в Палатинском дворце, в дальнейшем он стал препятствовать распространению сочинений своего более даровитого соперника поэта. Потому уязвленный до самой глубины своей души поэт, жаждал мести. Примкнул к заговору и консул будущего года Латеран. Но его, если отнестись с полным доверием к сообщению Тацета, в заговор вовлекла исключительно пламенная любовь к Отечеству. Никаких обид от Нерона он не испытал. Оказались среди заговорщиков и персонажи явно курьезные. Например, знаменитый своим распутством Флавий Сцевин, утверждали даже, что у него от развратной жизни даже разум ослабел. Примкнул к заговору едва ли не ради развлечения, поскольку до этого прозябал в бездеятельности, в общественном смысле надо полагать, и вел сонливое существование, после постоянных ночных оргий, наверное. Примкнул к заговору и Афрании Квинциан, чью безобразную телесную распущенность жестоко высмеял Нерон в своем стихотворении. Поскольку Нерон был очевидно прав, обличая пороки Квинциана, его заговорщическую деятельность никак нельзя считать тираноборством. Заговор получил очень быстрое распространение. В него вступали не только сенаторы, всадники, претарианцы, но даже и женщины. Причины, побуждавшие этих людей к такому непростому решению, как мы убедились, были разные. Главное, что объединяло — ненависть к Нерону. Иных привело в тираноборческий стан доброе расположение Гаю Кальпурнию Пизону, который оказался во главе заговорщиков в силу своей достаточно широкой популярности. Как пишет Тацит, «Происходя из рода Кальпурниев, он по отцу был связан со многими знатными семьями и пользовался у простого народа доброю славой, которую снискали ему как истинные его добродетели, так и внешний блеск, похожий на добродетель. Он отдавал свое красноречие судебной защите граждан, был щедр с друзьями и даже с незнакомыми ласков в обхождении и речах. К этому присоединялись и такие дары природы, как внушительный рост, привлекательная наружность. Но вместе с тем он не отличался ни строгостью нравов, ни воздержанностью в наслаждениях. Он отдавал дань легкомыслию, был склонен к пышности, а порой и к распутству, что, впрочем, нравилось большинству, которое во времена, когда порог в почете, не желает иметь над собой суровую и непреклонную верховную власть. Столь подробная характеристика Пизона, данная великим историкам, рисует нам портрет человека, малопригодного для руководства таким ответственным делом, как государственный переворот. Наверняка он действительно был человеком приятным во многих отношениях, включая качества как внутренние, так и внешние. Но человек, склонный к легкомыслию во главе заговора, дело опасное скорее для самих заговорщиков, нежели для того, против кого они этот заговор составили. Достойно удивления, что столь разные люди сумели объединиться для общей цели и при этом не сразу обратили на себя внимания властей, хотя ни к какой особой конспирации не прибегали. Можно предполагать, что поначалу заговор сводился к общим разговорам, порицаниям Нерона, порой и яростным изъявлением готовности истребить тирана, но при этом до планирования каких-либо конкретных действий дело не доходило. Пизон, склонный ко всякого рода наслаждениям, не исключающим наслаждения самые низменные, уже в силу таких своих черт должен был оттягивать решительные и рискованные действия, могущие обернуться и самыми печальными последствиями. Возможно, выдвижение на первый план Пизона скорее ослабило заговор, нежели укрепило его. На роль руководителя заговорщиков мог ведь претендовать и Фений Руф, префект Притория, один из самых высокопоставленных людей в государстве, имеющий в подчинении тысячи воинов. Но, судя по всему, военные в заговоре оказались не на первом плане, а Фений Руф, выразив словесно поддержку заговорщикам, держался в стороне, выжидая развития событий. Кстати, Дион Кассий, давший наряду с Тацетом достаточно подробное описание заговора, руководителем его полагал как раз Фений Руфа, а о Пизоне вообще не упоминал. Сложно сказать, как долго бы еще заговорщики во главе с Пизоном упражнялись в патетическом поношении Нерона, изъявляя словесную готовность идти по пути Брута и Кассия. Ведь самая горячая голова среди них Субрий Флав готов был на тираноубийственный подвиг лишь при твердых гарантиях своей безопасности. Но неожиданно для всех заговорщиков, включая их вождя, дело ускорила одна отважная женщина, Либертина Эпихарида. В римской истории участие женщины в политике и даже в заговоре не было таким уж редкостным, и были среди них фигуры очень незаурядные, даже выдающиеся и героические. Да то ли никому неведомой Эпихариде предстояло сыграть свою выдающуюся роль, роль героическую. Узнав о замысле заговорщиков, как видно конспирация не была сильной стороной их деятельности, Эпихарида загорелась мыслью участвовать в неспровержении тирании. Но вскоре она убедилась, что те нерешительны, бездеятельны и далее пустых разговоров, дело у них не идет. Натурой молодая вольноотпущенница обладала волевой и решительной, не без склонности к авантюризму, но без последнего качества заговорщиков вообще не бывает. Возможно, замысел осуществления переворота ей был подсказан самим Нероном. В Риме еще не забыли, как несчастные Октавии вменяли любовную связь с Аникетом, командовавшим тогда Мизенским флотом, и попытку захвата власти при содействии этих подчиненных мнимому любовнику военно-морских сил империи. Эпихарида решила действительно поднять Мизенский флот против Нерона. Здесь она предполагала воспользоваться приятельскими отношениями с одним из флотских офицеров Навархом Валузием Прокулом. Тот в свое время был среди тех, кто с Аникетом участвовал в убийстве Агриппины. Однако в число удостоившихся наград он не попал. А поскольку со времени гибели Августы матери минуло шесть лет, то рассчитывать на признание своих заслуг в деле избавления императора от неугодной родительницы уже не приходилось. Обиду на Нерона Прокул затаил, и однажды во время свидания с Эпихаридой, возможно, разгоряченной страстью и вином, он посетовал на неблагодарность Нерона и пригрозил ему местью, благо кроме подруги никто его отважных слов слышать не мог. Эпихарида, разуверившаяся к тому времени в способности Пизона и его славных конфидентов действительно истребить тирана Принцепса, увидела возможность использовать Наварха Мстителя для осуществления переворота и убийства Нерона силами Мезенского флота, и немедленно посвятила Прокула в свои планы. «Приняты меры, чтобы наказать его за угнетение государства», — восклицала отважная поборница былой римской свободы. Но главное здесь то, что меры эти может осуществить сам Прокул, если решится привести в стан врагов Нерона самых отважных и решительных воинов из числа подчиненных ему моряков или верных друзей. Поскольку морские плавания были одним из любимых развлечений Нерона, то кому же, как ни флоту и его доблестным морякам, избавить Рим от тирании? Эпихарида обратилась явно не по адресу. Прокул никак не принадлежал к числу действительных ненавистников Нерона, и уж менее всего был склонен осуждать злодеяние Принципса. На страстную речь Эпихариды он отреагировал стремительно и деятельно. Сделал немедленный донос на заговорщиков, указав само собой и свою подругу, от которой сведения о готовящейся крамоли ему и стали известны. Нерон, получив донос, немедленно повелел допросить Эпихариду. Этот допрос стал полным разочарованием для Наварха. Вольноотпущеница, посвящая его в заговор, не назвала имен других заговорщиков. Возможно, потому что там было много громких имен, а она пыталась привлечь в заговор Прокула, обещая ему решающую роль в перевороте, заслуживающую достойной награды. Если бы тот понял, что его хотят просто использовать в интересах заговора, возглавляемого знатными и высокопоставленными людьми, то такое участие заранее вызвало бы у него разочарование. Он уже один раз убедился, как власть имущие вознаграждают тех, кого принуждают убивать своих врагов. А может, просто в Эпихариде взыграла инстинктивная осторожность, или же ей вообще не хотелось упоминать людей, разочаровавших ее своей нерешительностью. На допросе Эпихарида избрала самую верную тактику — полное отрицание обвинений Прокула. Доноситель оказался в нелепом положении. Он надеялся выступить в качестве спасителя Цезаря от чудовищного заговора, а оказался жалким наведчиком, приписывающим бедной девушке ужасные намерения, возможность исполнения которых исключалась ввиду ее очень скромного положения. Если заговор, то где же громкие имена его участников? Невозмутимое упорство Эпихариды, как натуре подлинно благородной ей были свойственны стойкости мужества, произвело впечатление на Нерона. Свидетелей у доносчика нет, никаких имен он не знает, а не пытается ли он просто отомстить обидевшей его чем-то подруге, да еще и выпросить у Цезаря незаслуженную награду? Прокулу Нерон не поверил, но сам факт доноса о заговоре его насторожил. До сих пор он сам изобретал заговоры против своей персоны, дабы иметь возможность законно избавиться от неприятного ему или кажущегося опасным человека. А тут, извольте, донос о заговоре, да и как-никак от флотского наварха исходящей. Потому Эпихариду хоть и не наказали, не подвергли допросу с пристрастием, но на всякий случай по распоряжению Нерона оставили под стражей. А вдруг еще последуют какие-либо доносы о каком-то заговоре? Взятие под стражу Эпихариды, поскольку заговорщикам было известно, что она в курсе их тираноборческих витейств, заставила их всерьез опасаться за свое будущее. Возможную расправу со стороны Нерона можно было предотвратить только быстрыми и решительными действиями. И вот тут-то окончательно выяснилось, насколько неподготовлен был сам заговор, и главное, насколько сами заговорщики не соответствовали гордому званию тираноборцев. Первым последовало предложение убить Нерона в на вилле самого Гая Кальпурния Пизона. Оказывается, главного заговорщика Принцепс постоянно навещал в этом прелестном поместье и испытывал к хозяину полное доверие, пренебрегал всякой осторожностью, появляясь без охраны и свиты приближенных. Казалось бы, удача сама шла заговорщикам в руки. Но тут резко воспротивился Пизон. Убийство Цезаря, пребывающего на вилле в качестве гостя, стало бы святотатственным поруганием обычая гостеприимства и оскорблением богов. Тирана надо убить в Риме, в его собственном дворце. Наконец, Нерона можно убить и в каком-нибудь общественном месте. Это уже был намек на опыт Брута и Кассия, избравших для убийства Юлия Цезаря Курию, где заседал Сенат. На деле, как пишет Тацит, отнюдь не этими высокими чувствами был движим Пизон. Боялся он, что в случае убийства Нерона в Баях в Риме могут провозгласить Цезарем Луция Юния Селана. В пользу Селана были его знатнейшие происхождения и то, что он являлся воспитанником высокоуважаемого Гая Кассия Лонгина, потомка одного из главных убийц великого Гая Юлия. Многие также вспомнили, что в Риме пребывает консул Марк Юлий Атик, который 24 года назад, после гибели Каллигулы, немедленно произнес пылкую речь в пользу отказа от единовластия и возврата к республиканскому правлению с Сенатом во главе. Те, кто объединился вокруг Пизона, именно его и намерены были поставить во главе Римской империи. Пизон, кстати, по многим качествам напоминал Нерона. Он также любил безудержно предаваться удовольствием жизни, был распутен, хотя при этом славился горячей любовью к жене. Для полного сходства с правящим императором он также любил играть на кефаре и недурно пел. Правда, его музыкальные пристрастия носили сугубо домашний характер, и на подмостки он пока не стремился. Но было главное отличие. Пизон славился добрым нравом, каковой он многократно проявлял в отношении к окружающим. В нем отсутствовала жестокость, и он не казался непредсказуемым. А это значило все. Ведь неартистические пристрастия Нерона и его экстравагантные развлечения стали основными причинами возникновения заговора. Не будь на его совести кровавых деяний, число каковых имело явную тенденцию к росту, никто бы не вступил на смертельно опасный путь заговорщика-тирана-убийцы только из-за того, что Цезарь поет на сцене и исполняет трагические роли. Пизон действительно многим мог представляться наиболее желанным кандидатом в принципсы. Не будет проливать кровь, не станет унижать Сенат, чего еще, собственно, и желать-то. Дело было только за малым — убить Нерона и провозгласить Пизона принципсом. План действий, торопливо составленный взволнованными возможным разоблачением заговорщиками, выглядел следующим образом. В день цирковых игр, посвященных богине плодородия Церери, Плавтий Латеран, один из самых больших ненавистников Нерона, причем ненавидящий его не из личной обиды, но из пламенного своего патриотизма, должен был броситься в ноги Цезарю, припав к его коленям якобы со смиренной просьбой о денежном вспомоществовании. Затем Латеран должен был повалить императора на землю, что при огромном росте, могучем сложении и большой физической силе славного Плавтия не составило бы труда, пусть и Нерон был физически достаточно крепок. Поверженного принципса должны были поразить мечами и кинжалами трибуны и центурионы претерианских когорт, участвующие в заговоре, а также любой из заговорщиков, у кого на это будет достаточно решимости. Замысел убийства Нерона очень напоминал сценарий убийц Гая Юлия Цезаря. Плавтий Латеран должен был играть ту же роль, которую в роковые мартовские иды взял на себя Тилий Цимбр, приблизившийся к диктатору под видом просителя и схвативший его за тогу. Однако существенны различия. Цимбр только отвлек внимание Цезаря, задерживая его, а Латеран должен был повалить Нерона. Поскольку своим внушительным телосложением заговорщик много превосходил императора, то это создало бы большие трудности для точного применения мечей и кинжалов. Большинство ударов в неизбежно образовавшейся человеческой свалке скорее могло достаться как раз Латерану, а не Нерону. И наконец Цезарь явился в Сенат без всякой охраны. А Нерона сопровождали несколько охранников или приближенных, что неизбежно доставило бы заговорщикам немалые трудности. Не стоит забывать и о большой толпе людей близ цирка, что не столько упрощало, сколько усложняло возможности действий заговорщиков. Как ни странно, но Пизон и его сообщники не сумели здесь учесть совсем недавний опыт убийства Каллигулы. Тогда заговорщики подстерегли свою жертву в подземном переходе и первым делом оттеснили от императора его спутников, а затем уже последовали удары мечами. Сложно сказать, как на самом деле должен был осуществляться план убийства Нерона. У него были, конечно, шансы на успех, но шансов провалиться не меньше. Что же полагали делать заговорщики в случае успешного покушения? Сам Гай Кальпурний Пизон должен был во время убийства находиться в храме Цереры, ожидая развязки. Когда Нерон был бы повержен, префект Притория Фений Руф должен был вызвать его из храма, после чего заговорщики должны были торжественно ввести Пизона в лагерь, где и предполагалось его провозглашение принципсом. Ради будущей власти Пизон был готов на перемены в семейной жизни. Он хотел развестись с женой и вступить в брак с Антонией, дочерью покойного императора Клавдия. Это укрепило бы законность его будущей власти. Кроме того, Антония была популярна в народе, что тоже, конечно, учитывалось. Согласно намеченному плану, Антония должна была сопровождать Пизона в лагерь претерианцев. Таков был план действий. Стать реальностью, воплотиться в жизнь ему было не суждено. И без того удивительно, как удалось сохранить все это под покровом молчания среди людей различного происхождения, сословия, пола, возраста, богатых и бедняков. Измена, приведшая к гибели заговора и многих из заговорщиков, или к таковым причисленных, обнаружилась в доме Флавия Сцевина. Да-да, того самого Сцевина, примкнувшего к заговору едва ли не скуки ради. В дни решительной подготовки к покушению на Нерона Сцевин вдруг проявил замечательную активность, полностью выйдя из своей обыкновенной спячки, и более того, изъявил пылкое желание самолично истребить тирана, первым нанеся ему смертельный удар. Замысел свой, как выяснилось, доблестный Флавий вынашивал всерьез, ибо уже имел при себе кинжал, взятый из храма, где он был освящен для великого дела. Кинжалу этому и суждено было сыграть роковую роль, как в судьбе самого Сцевина, так и всего заговора Пизона. Вечером, накануне назначенного покушения, Сцевин сначала долго беседовал наедине с Антонием Наталом, также участником заговора. Беседа эта была замечена прислугой Сцевина, что впоследствии и позволит начать разоблачение заговорщиков. Простившись с Наталом, Сцевин запечатал завещание, что также не укрылось от домашних, а затем достал кинжал, который мечтал на следующий день обогреть кровью злодея тиранищего Рим. Кинжал показался ему затупившимся и утратившим блеск от времени. Тогда-то он и призвал вольноотпущенника Милиха, продолжавшего служить своему прежнему хозяину, уже будучи свободным, и поручил ему отточить лезвие кинжала до блеска. После этого он, верный своим привычкам, устроил домашнее пиршество, правда, много более обильное, нежели обыкновенное. Пир был ознаменован поступком, говорящим о безусловно великодушном характере этого человека. Он отпустил на волю рабов, бывших его любимцами, а остальных щедро одарил деньгами. Во время пиршества был он мрачен, что не удавалось ему скрыть даже оживленными речами. После окончания трапезы он вновь позвал Милиха, поручив ему приготовить на завтра повязки для ран и средства, восстанавливающие кровь. Распоряжения совсем не лишние, поскольку заговорщики намеревались покончить с Нероном, навалившись на него гурьбою, что неминуемо привело бы к нанесению ими не только тому, на кого они покушались, но и друг другу, многочисленных колотых и резаных ран. Был ведь и исторический пример, наверняка прекрасно известный Сцевину. Убийцы Цезаря не только ему нанесли 23 раны, из которых, кстати, только одна оказалась смертельной, но в суматохе поранили и своих же сообщников. Такая предусмотрительность Сцевина не оставила у Милиха сомнения, для какого, собственно, дела, оттачивал он кинжал, и в ходе какой потасовки его господин может получить ранения, для излечения которых ему велено приготовить заранее повязки. Жена Милиха, бывшая при всем этом, ни на минуту не усомнилась в преступности намерений Сцевина и очень быстро сообразила, что донос на него может дать ее мужу, а значит и ей самой, щедрую награду от Цезаря. Более того, представлялось чрезвычайно важным донести первыми, поскольку среди многочисленной челяди Сцевина могли найтись еще желающие хорошо подзаработать на изобличении преступных умыслов своего хозяина. Если Милих поначалу и колебался, то его энергичной супруге удалось очень быстро убедить его в необходимости немедленного действия. Ведь куда опаснее было скрывать очевидный преступный умысел. Если заговорщики потерпят провал, что по образу их действия предположить было совсем нетрудно, или же кто-то раньше явится во дворец Нерона с доносом, можно оказаться и причисленными к заговору, а уж это сулит неминуемую погибель. Страх перед таким поворотом дел заставил Милиха отбросить последние колебания. Не откладывая по совету жены дело в долгий ящик, Милих на следующее же утро отправился доносить на своего благодетеля. Поскольку превратнику он объявил, что несет важные и грозные вести, то сначала его отвели к секретарю Нерона, вольно отпущеннику Эпофродиту, который счел дело столь серьезным, что отвел доносителя к самому Нерону. Милих оказался куда более грамотным доносчиком, нежели Валузий Прокул. Он не только поведал императору о решимости заговорщиков совершить покушение на жизнь Цезаря, но и представил в качестве улики тот самый кинжал, переданный ему Флавием с Цевином. Более того, он сразу потребовал, чтобы доставили и того, кого он обвинял, дабы он мог повторить свои обвинения в лицо и уличить злоумышленника. Немедленно схваченный из Цевин к чести своей повел себя на допросе достойно и мужественно, уверенно отведя все обвинения Милиха. Про главную улику кинжал он сказал, что на его родине это старинное оружие почитается священным, потому он и хранил его у себя в доме. А дерзкий либертин нагло похитил его и теперь возводит на своего патрона напраслину. Завещание свое он запечатывал многократно, и это совсем не связано с какими-либо особыми событиями в текущие дни. На свободу рабов он всегда отпускал охотно, а тех, кто верно служил ему, всегда щедро вознаграждал. Почему сейчас он простер свою щедрость далее обыкновенного? Перечитав завещание, он как раз вспомнил, что край не обременен долгами и потому не уверен, что впоследствии оно будет полностью исполнено. Что до роскошного пиршества, то он всегда вел такую жизнь, и нет ему дела до того, что находятся строгие судьи, ее не одобряющие. Свидетельство Милиха о распоряжении приготовить повязки для ран и снадобье останавливающие кровь, Сцевин просто высмеял, как выдумку негодяя вольноотпущенника. Твердость, убежденность в голосе и взгляде могли бы даже спасти Сцевина, если бы доносители не знали еще и имен соратников его по заговору. Жена Милиха немедленно напомнила о долгой уединенной беседе Сцевина с Наталом и указала на близость обоих Гаю Кальпурнию Пизону. Натал немедленно был вызван на допрос. С обоими обвиняемыми беседовали порознь, задав простейший вопрос, о чем они беседовали накануне. Поскольку ни Сцевин, ни Натал не предполагали подобного оборота дел, они не догадались договориться, чтобы в случае чего показать об одном и том же предмете своего вчерашнего разговора. Несовпадение их ответов прямо свидетельствовало о крайне сомнительном характере действительной беседы с Сцевиной и Наталом, что не могло не убедить ведущих до знания в необходимости приступить к допросу с пристрастием. Из Сцевина и Натала заковали в тройные цепи. Дабы у допрашиваемых не оставалось никаких сомнений относительно своей участи в случае запирательства, им показали орудия пыток, погрозив их применением. Первым дал показания Натал, указавший на главу заговора Пизона, а заодно и на Сенеку, с которым он вел переговоры от имени Пизона. Сцевин, узнав о признательных показаниях товарища по несчастью, немедленно последовал его примеру, сдав всех прочих заговорщиков. Немедленно взятые под стражу заговорщики также были подвергнуты допросам, давшим обильный урожай новых имен злоумышленников или же тех, кого допрашиваемые таковыми представили. Допросы обвиняемых велись весьма искусно, с применением разных подходов, учитывающих нрав каждого подследственного. Так Лукан, Квинпиан и Сенецион, не испугавшись ни тройных цепей, ни вида заговорили по-иному. Угроза сменил мягкий тон и обещание полной безнаказанности в случае откровенного признания. Вот тут-то несгибаемые и признались. Да еще как! Лукан объявил злоумышлявшей на жизнь Нерона собственную мать, а Квинпиан и Сенецион назвали имена своих лучших друзей. Здесь невольно поразишься нравственному ничтожеству заговорщиков. Во всяком случае, большинства из них. Единственный пример настоящего мужества явила несчастная эпихарида, о которой Нерон вспомнил и повелел пытать, полагая, что слабая женщина не выдержит жестоких пыток. Но эпихарида выдержала все и сумела уйти от дальнейших мучений, покончив с собой. Войдя во вкус, Лукан, Сенецион и Квинпиан продолжали называть имена участников заговора, добившись в конце концов того, что Нерон стал проникаться все большим и большим страхом, отнюдь не располагавшим его к духу милосердия. Неудивительно, что скоро начались расправы. В таковые Нерон внес некоторое одному лишь ему понятное разнообразие. Одних казнили, другим приказывали самим покончить счеты с жизнью. Признанный глава заговора Пизон успел сам лишить себя жизни, вскрыв себе вены, когда к дому его явился отряд воинов, посланных Нероном. Ему, кстати, когда он еще не был изобличен ничьими показаниями, а только стало известно о доносе Милиха, другие участники заговора предлагали решительные действия. Ему советовали явиться немедленно в лагерь претерианских когорт и призвать воинов следовать за собой. Предлагалось Пизону также рискнуть обратиться к народу, явившись на форум и взойдя на ростры, откуда принято было ораторам обращаться к римлянам. А вдруг удастся народ поднять против Нерона? После великого пожара в городе много недовольных принципсом. Пизону втолковывали, что решимость немедленно действовать может принести успех, поскольку Нерон еще не готов к отражению попытки переворота. Более того, неожиданное нападение смутить и дух храбреца, а Нерон не отличался мужеством. Увы, Пизон был слишком слаб, чтобы проявить мужество и решительность, каковы и вовсе не были свойственны этому привыкшему к жизненным удовольствиям человеку лишь по недоразумению, оказавшемуся в неподходящей роли вождя государственного переворота. Зачем-то он действительно вышел в город, но только показавшись в народе, быстро вернулся домой, где и дождался известия, что к дому его идет отряд воинов. Тогда он и совершил единственный в своей жизни подлинно решительный поступок — вскрыл себе вены. Первым из схваченных заговорщиков казни был предан Плавтий Латеран. Нерон так торопил его убийство, что не дал несчастному даже проститься с детьми. Дабы унизить врага, Нерон распорядился лишить его жизни на месте, где обычно казнили только рабов. Стоит отметить, что казнил Плавтия Латерана трибун-претарианец стаций, сам бывший участником заговора. Любопытно, что поначалу, когда пошли признания за признанием взятых под стражу заговорщиков, никто почему-то не указывал на военных участников преступного предприятия. Не исключено, что это объясняется их особым положением в заговоре. Известно, что Фений Руф весьма невысоко оценивал личность главы заговора и был совсем не в восторге от идеи заменить одного Кефарада Нерона на другого Пизона. Зная о намерении окружения Пизона убить Нерона накануне циркового представления, Фений Руф имел свои планы на будущее, с планами гражданских участников заговора совсем не схожие. Возможно, две ветви заговора существовали достаточно независимо друг от друга, хотя, конечно же, друг о друге знали. Но полного, что называется, организационного единства не было, что до поры до времени ограждало военных заговорщиков от изобличения. Не все из окружения Пизона знали тех, кто был близок к Руфу. Используя это пока счастливое для себя обстоятельство, Фений Руф, видя полный провал заговора Пизона, принял самое деятельное участие в борьбе с разоблаченной крамолой. Недавний заговорщик стал самым лютым борцом с теми, кто подозревался в участии в заговоре. В свирепости и беспощадности к своим сотоварищам префект Притория сравнялся со своим ненавистным коллегой Тигелиным. Во время одного из допросов случилось такое, что Нерон оказался рядом со своим лютым ненавистником, трибуном Субрием Флавом, который, как мы помним, дважды уже был близок к тому, чтобы совершить убийство недостойного принципса. Присутствовал Флав при допросе отнюдь не как обвиняемый, но как верный трибун, хранящий безопасность любимого Цезаря. Искушение стать новым Брутом овладело воином, и он уже взялся за меч, но, увы, не решаясь действовать без приказа начальника и единомышленника, обратился взглядом к префекту Притории. Но Фений Руф настолько уже вошел в роль беззаветно преданного императору-истребителя его врагов, что резким движением головы пресек тираноборческий порыв своего подчиненного. Сложно сказать, чем обернулось бы для Флава и Руфа убийство Нерона. Оставшаяся охрана могла и изрубить покушавшихся, но могла и растеряться, и, как это было в случае с Каллигулой в свое время, смириться с этим, защищать-то ведь некого уже. Но одно очевидно, если бы даже они погибли, смерть их имела бы совсем другой окрас, и в историю они вошли бы иначе. А ближайшее будущее показало, что надежды Фении Руфа уцелеть и даже заслужить благоволение Нерона беспощаднейшим преследованием заговорщиков, скрыв тем самым свое совсем небезупречное в этом смысле прошлое, были совершенно напрасны. О его участии в заговоре знали многие из числа задержанных, и своим рвением на допросах недальновидный префект сам толкнул их на разоблачение своей собственной принадлежности к заговору. И вот, когда он угрозами вымогал дополнительные показания у Сцевина, тот с усмешкой сказал, что никто об этом не знает больше, нежели сам Фений Руф. Видя явную растерянность допрашивающего, Сцевин откровенно уже издеваясь, стал увещевать префекта отплатить признательностью столь доброму принципсу, признавшись во всем добровольно. Молчание Руфа, еще более того, последующие невнятные бормотания, совершенно изобличили его. Тут же, по приказанию Нерона, он был схвачен и закован в цепи, немедленно превратившийся с грозного следователя в жалкого обвиняемого. Мужество на допросах в качестве изобличенного заговорщика Фений Руф не явил, чем не лучшим образом выделил себя из среды схваченных вскоре заговорщиков претерианцев. Военные обычно на допросах и идя на казнь, вели себя мужественно и достойно, как и полагалось истинным римлянам, тем более их профессией. Широкую огласку получили слова Субрия Флава, трижды упустившего возможность покончить с Нероном, причем в последний раз из-за чрезмерной в том случае дисциплинированности. Когда Нерон спросил, как мог трибун-претерианец дойти до забвения присяги и долга, доблестный воин прямо ответил. «Я возненавидел тебя. Не было воина, превосходившего меня в преданности тебе, пока ты был достоин любви. Но я проникся ненавистью к тебе после того, как ты стал убийцей матери и жены, колесничьим, лицедеем и поджигателем». Эти слова мужественного трибуна уязвили Нерона. Не забыто то, что он матери-убийца. Его театральные и цирковые достижения вызывают только презрение, а ужасная слава поджигателя Рима так его и не покинула, несмотря на все старания. Все заговорщики-претерианцы приняли смерть с достоинством, мужественно, как и подобало настоящим воинам. Единственным, увы, исключением был их командир. Префект Притория Фений Руф силы духа не проявил. Ему-то Нерон и обязан сохранением жизни. Ведь не удержи он, Субрия Флава, или решись действовать самостоятельно, без оглядки на пустых болтунов, Пизоноса товарищи. Правление Нерона могло завершиться уже в апреле 65-го года. Этим было бы спасено немало жизней ни в каких преступлениях неповинных людей. Но нету истории сослагательного наклонения. А пока продолжались расправы. Лукан, как и многие другие заговорщики, получил распоряжение Принцепса самому уйти из жизни. Когда после вскрытия вен он почувствовал, что жизнь уходит из его тела, но сознание оставалось пока ясным, ему вспомнились строки из его поэмы Фарсалия, той самой поэмы, зависть которой разрушила дружбу поэта с Нероном. В стихах был изображен воин, истекавший кровью от жестоких ран. Эти строки и стали последними словами Лукана. Так он не лучшим образом проявил себя как заговорщик, но умер как истинный поэт. Расправляясь с заговорщиками, Нерон действовал так, как действовал бы любой правитель на его месте. Заговор налицо, намерение убийства Принцепса было. И какие бы праведные причины не вызвали эти явления, они были противозаконны и представляли собой тихчайшие государственные преступления, которые во все времена во всех странах каралось самым суровым образом. Нерон имел право судить виновных и карать их. Теперь перейдем к рассказу о гибели человека, сыгравшего в жизни Нерона особую роль. О смерти Луция Аннея Сенеки. Был ли Сенека заговорщиком? Исторические источники скорее положительно отвечают на этот вопрос, хотя быть полностью уверенным в этом все-таки сложно. Из участников заговора имя философа назвал только Антоний Наттл. Правда, из его показаний следует лишь наличие одного единственного контакта бывшего воспитателя Нерона с посланцем Пизона, каковым и был Наттл. Он навестил больного Сенеку по просьбе руководителя заговора и спросил, почему он не допускает к себе Пизона, ведь было бы лучше, если бы они поддерживали дружбу путем личного общения. Ответ Сенеки гласил, что обмен мыслями через посредников, равно как частые беседы с глазу на глаз, никому из них на пользу не пойдут. Этот туманный, осторожный ответ, показывавший, что философ явно знает, каким опасным делом занят Пизон и потому не желает с ним какого-либо общения из понятной предосторожности, старик завершил фразой, из которой совсем нетрудно было сделать вывод, что он возлагает надежды на успех предприятия Пизона. Сенека прямо сказал, что его спокойствие зависит от благополучия Пизона. Свидетельство Наттла не похоже на клевету с целью очернить Сенеку, вписав и его в число заговорщиков. Из него в крайнем случае следует, что Сенека догадывался о замыслах Пизона, связывая с их возможным успехом надежды, но прямого участия в заговоре не принимал и явных контактов с заговорщиками старался избегать. Впрочем, в глазах Нерона и это было уже преступлением. Во-первых, очевидное недоносительство, могущее иметь самые печальные последствия, поскольку принцип действительно подвергался опасности. Что было бы, если бы Милех и его сообразительная жена не решились бы изобличить с Цевина? Во-вторых, надежды на собственное спокойствие, возлагаемое на благополучие Пизона. Это, можно сказать, прямое сочувствие делу этого человека. А дело-то — заговор с целью убийства императора. Наконец, спокойствие столь важной персоны, как Сенека, недавний воспитатель, а затем главный советник Цезаря, должно зависеть от благополучие Нерона, правителя Рима, но никак не от Пизона. Или старик и впрямь прозревал в нем будущего принципса. В то же время явная осторожность, проявленная Сенекой в отношении Пизона, могла объясняться и тем, что философ был связан с другой ветвью заговора — с военными. Тацит приводит слухи, что было некое тайное совещание Субре Флава с Центурионами, на котором было решено в случае успеха покушения сторонников Пизона, самого Пизона убить, а верховную власть в Риме вручить Сенеке как избранному главой государства ввиду его прославленных добродетелей людьми безупречного образа жизни. Если Тацит писал о слухах, то Дион Кассий совершенно уверенно, как непреложный факт, утверждал, что Сенека наряду с префектом Притория Фением Руфом возглавлял заговор против Нерона. Суммируя вышеизложенное, можно с немалой долей уверенности предполагать, что Луций Аней Сенека действительно был причастен к заговору против Нерона, причем напрямую поддерживал связь с военной ветвью заговора, во главе которой стоял Фений Руф. О планах Пизона и его друзей Сенека был осведомлен, но отношений с ними не поддерживал, поскольку сам имел виды на пост Принцепса, каковой сторонники Пизона предполагали отдать своему лидеру. В заговор Сенеку могла привести обоснованная тревога за свою судьбу, поскольку, зная как никто своего воспитанника, он прекрасно понимал, чем может завершиться его очередная опала. Однако судьба Сенеки решилась по сути без наличия сколь-либо убедительных доказательств его причастности к заговору. Нерону хватило одного показания Антония Наттала, из коего преступность философа отнюдь не вытекала. Сенека дал вполне спокойное объяснение тому, о чем Нерону поведал Наттал. Он не стал отрицать своей встречи с посланцем Пизона. Но, по его словам, в ответ на сожаление Пизона, что Сенека не принимает его, он, ссылаясь на нездоровье, сказал, что важнее всего для него покой. Слова же о том, что его спокойствие зависит от благополучия Пизона, Сенека полностью отрицал, утверждая, что не было у него никаких причин вверять свое благоденствие благополучию частного лица. Нерону Сенека напоминал, что всегда отличался независимостью суждений, а не раболепием, и потому не мог так льстить Пизону. Но Нерона не волновали объяснения Сенеки. Должно быть решение избавиться от старого философа созрело у него ранее, а известие о причастности Сенеки к заговору против императора, неважно насколько оно подлинно и доказательно, давало замечательный повод для расправы. Потому, когда трибун Гави и Сильван сообщил Нерону ответ Сенеки на показания Наттала, при этом присутствовали Августа Попея Сабина и префект Притория Тигеллин, ныне главные советники Принцепса, тот, полностью пренебрегая оправданиями философа, немедленно спросил, а не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью? Сильван по-военному четко ответил, что ничего мрачного, никаких признаков страха он ни в словах Сенеки, ни в выражении его лица не заметил. Острота ситуации была еще и в том, что сам Сильван тоже был заговорщиком и, будучи военным, должен был знать о действительной роли Сенеки в заговоре. Но вслед за Фением Руфом он предпочел скрыть свое участие в заговоре активным содействием его разоблачению. Гави и Сильван не решился сам, глядя Сенеки в глаза, сообщить о повелении Нерона. Это без всяких колебаний исполнил посланный им Центурион-претарианец. Далее лучше дать слово Тациту. Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание, но так как Центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остается единственным, но зато самым драгоценным из его достояния, а именно образ жизни, которого он держался. И если они будут помнить о нем, то заслужат добрую славу, и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слез то разговором, то прямым призывом к твердости, спрашивая, где же предписание мудрости, где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях. Кому неизвестна кровожадность Нерона? После убийства матери и брата ему только и остается, что умертвить воспитателя и наставника. Высказав это и подобное этому как бы для всех, он обнимает жену и, немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим непоколебимостью, просит и умоляет ее не предаваться вечной скорби, но в созерцании его прожитой добродетельной жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о мужу. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти и требует, чтобы ее поразила чужая рука. На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемый к тому же любовью, ибо страшился оставить ту, который питал редкостную привязанность, беззащитную перед обидами, ответил. Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть. Не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равной твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия. После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из старческого и ослабленного скудным питанием тела Сенеки кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями. Изнуренный жестокой болью, чтобы своими страданиями не сломить духа жены и, наблюдая ее мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой. И так как даже в последние мгновения его не покинуло красноречие, он вызвал песцов и продиктовал многое, что было издано. От пересказа его подлинных слов я воздержусь. Но Нерон, не питая личной ненависти к Паулине и не желая усиливать вызванные его жестокостью всеобщее возмущение, приказывает не допустить ее смерти. По настоянию воинов, рабы и вольноотпущенники перевязывают ей руки и останавливают кровотечение. Она лишь на несколько лет пережила мужа с похвальным постоянством, чтя его память. Лицо и тело ее отличались той мертвенной бледностью, которая говорила о невозместимой потере жизненной силы. Сенека, тяготясь тем, что дело затягивается, и смерть медлит с приходом, просит стация Анныя, чью преданность в дружбе и искусство врачевания с давних пор знал и ценил, применить заранее припасенный яд, которым умерщвляются осужденные уголовным судом афиняне. Яд был принесен, и Сенека его принял, но тщетно, так как члены его уже похолодели, и тело стало невосприимчивым к действию яда. Тогда Сенеку погрузили в бассейн с теплой водой, и он брызгал ею стоявших вокруг рабов со словами, что совершает этой влагою возлияние Юпитеру-освободителю. Потом его переносят в жаркую баню, и там он испустил дух, после чего его тело сжигают без торжественных погребальных обрядов. Так распорядился он сам в завещании, подумав о своем смертном часе еще в те дни, когда владел огромным богатством и был всемогущ. Величие духа, явленное Сенекой перед лицом смерти, удивительная сила любви и преданность друг другу супругов, говорят о самом высоком человеческом достоинстве этих людей. Но тому, кто знаком с иными страницами жизни знаменитого философа, трудно забыть многие деяния его, никак не совместимые с его же предсмертными словами о прожитой добродетельной жизни. Если вспомнить, как обесславил Сенека своего благодетеля Клавдия в издевательской поэме «Отыквление», его столь противоречащие философии стоицизма, занятие ростовщичеством, роль в деле Агриппины, написании бесстыднейшего послания Сенату об обстоятельствах ее смерти и о спасении Нерона, то подлинная ценность его образа жизни, так трогательно перед смертью завещанного им друзьям, представляется достаточно сомнительной. Попытка Сенеки уколоть Нерона словами, которые наверняка должны были до него дойти, что после убийства Британика и Агриппины, брата и матери, ему только и осталось убить своего воспитателя и наставника, едва ли можно признать удачной. Можно сказать иначе. Воспитатель и наставник человека, убившего брата и мать при его попустительстве в первом случае и прямом содействии во втором, не мог надеяться на милосердие того, кого он взрастил и наставил. Уходя из жизни, Сенека, конечно, думал об истории. И наверняка при этом не мог не обратиться к судьбе Сократа. Подобно этому великому мыслителю, чью жизнь прервала смертным приговором верховная власть, Сенека до последнего вздоха не просто являл величие духа, но и оставался философом. Сократ, уже принявший Цикуту, этот же яд потребовал себе Сенека, продолжал вести со своими учениками философскую беседу и даже вступил в горячий спор, заставив волноваться палача-тюремщика, испугавшегося, что яд может должным образом не подействовать, если принявший его так взволнован. Сенека много диктовал писцам в свои последние мгновения, и его предсмертные мысли были опубликованы. Уход Сенеки из жизни был достоин величественной смерти Сократа. Заговор, вошедший в историю как заговор Пизона, был полностью раскрыт. Казнив принуждением к смерти или же отсечением головы наиболее видных заговорщиков, и избавившись заодно от Сенеки, чья вина вовсе не была доказана, Нерон счел за благо продемонстрировать великодушие. Так были помилованы Антоний Натал и Церварий Прокул, более других усердствовавшие в разоблачении своих недавних друзей и единомышленников. Удовлетворившись смертью Лукана, Нерон избавил от наказания его мать, на которую сам злосчастный поэт и указал как на заговорщицу. Наверняка небезведомо Нерона удалось избежать смерти и брату Сенеки Юнию Галлеону. Поскольку в народе ходило множество слухов, что Нерон просто расправился с неугодными ему людьми под предлогом заговора, а никакого заговора на самом деле не было, Цезарю пришлось обставить окончание дела самым серьезным образом, дабы ни у кого не осталось сомнений в его совершенной подлинности. Был созван Сенат, и Нерон выступил на заседании со специальной речью. Интересно, кто эту речь составлял? Сенеки ведь уже не было в живых. Издан был указ, к которому прилагались полные записи показаний доносителей и признания обвиняемых. Всего в качестве заговорщиков указывался 51 человек. Среди них должно выделить 19 сенаторов, 7 патрициев и 11 государственных чиновников. Четыре женщины участвовали в заговоре. Не все были наказаны смертью. 13 человек отделались изгнанием, четверо отстранены от должности трибуна. Нашлись даже люди, не принявшие помилования. Гави и Сильван, не решившийся лично передать Сенеке повеление Нерона покончить жизнь самоубийством, был изобличен как заговорщик, но вскоре помилован. Но суд собственной совести оказался для доблестного трибуна выше суда Принцепса. Он сам поразил себя мечом. Особо Нерон отметил разоблачителей заговора. Либертин Милих, явившийся к Нерону с кинжалом с Цевина, мало того, что был отягощен наградами, но и удостоился прозвания «Спаситель». Титуловать по-новому Милиха должно было по-гречески, и потому именовался он теперь Милих Сотар. Когда-то титул Сотар, спаситель, был присвоен знаменитому полководцу Александра Македонского, впоследствии грозному царю эллинистического Египта Птолемею Первому. Нерон не мог не знать этого, и тем не менее одарил Милиха столь же высоким званием. Тигелин, Петроний Турпилиан и Кокций Нерва удостоились триумфальных статуй на форуме. Для Тигелина и Нервы Нерон счел такие награды недостаточными, и их изваяния появились и в Императорском дворце на Палатине. Консульские отличия Нерон, к изумлению многих, пожаловал чистой воды проходимцу Немфидию, сыну проститутки. Тот, правда, уверял, что отцом его был никто иной, как Гай Юлий Цезарь Каллигула. Именно Немфидий и занял освободившийся пост одного из префектов Притория после гибели Фения Руфа. Об этом назначении Нерону еще придется очень пожалеть, но исправить ошибку уже будет невозможно. Дабы не допустить какого-либо недовольства среди воинов-претарианцев? Им раздали по две тысячи сестерциев каждому, а сверх того освободили от оплаты хлеба. Ранее они платили за него по казенной цене. Возникли халуйские предложения переименовать месяц апрель, когда был изоблечен заговор, в месяц Нероний. Действительно, чем Нерон хуже божественного Юлия или божественного Августа, увековечивших свои имена в названиях месяцев июля и августа. Но всех превзошел сенатор, избранный на следующий шестьдесят шестой год консулом, Аниций Цериях, предложивший воздвигнуть храм божественному Нерону. Такому возвышению над людьми Нерон решительно воспротивился. Восторженный сенатор в пылком своем стремлении более всех угодить Цезарю позабыл, что согласно уже установившейся римской традиции принципс удостаивается божеских почестей лишь после смерти. Протоколы римского сената сохранили эту нелепую историю, когда Нерон едва не удостоился почестей, подобающих исключительно покойнику. События апреля шестьдесят пятого года оказали немалое воздействие на Нерона. Если ранее он опасался тех, кто мог претендовать на высшую власть в империи согласно своему происхождению, то теперь круг опасных для него людей резко расширился. Находить людей, происходящих из рода Юлиев, Клавдиев и потому могущих претендовать на звание принципса, было нетрудно. Они все были на виду. Поначалу Нерон их, как мы помним, ссылал подальше от родины, а после обретения независимости не только от матери, но главное от наставников в лице Буроисенеки приказывал уже лишать жизни. Но таких было немного. Другое дело заговорщики. Заговор Пизона отлично показал это. В нем оказались соучастниками представители всех слоев, от сенаторов довольно отпущеницы. Потому теперь бояться надо было многих и многих. Не зря Нерон проникался страхом и постоянно увеличивал охрану во время допросов заговорщиков, когда на него просто сыпались целые гроздья имен. Теперь ему стало очевидным. Если он хочет сохранить власть, надо уничтожить тех, кто может стать заговорщиком, а в таковые могут пойти все, кто так или иначе испытывает к нему неприязнь. Водоворот смертей После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно, так пишет Свитония о Нероне после заговора Пизона. Невольно может создаться впечатление о безумном тиране, отправляющем на казнь множество людей, жертвы которого бесчисленны. Но ни в коем случае не оправдывая злодеяние Нерона, должно заметить, что никаких массовых расправ при нем не было, исключая бесчеловечную казнь христиан, когда число погибших могло исчисляться сотнями, если не тысячами погибших на арене цирка, распятых на крестах, превращенных в живые факелы. Эту расправу как раз Свитоний и не осуждал, искренне полагая христиан зловредными сектантами, враждебными Риму. Жертвы Нерона среди римлян — это почти исключительно представители высшей знати и его родственники. Современников потрясали имена погибших, а не их количество. Но главное — бессудность расправ. Люди склонны прощать иным правителям даже многочисленные казни, если они так или иначе обоснованы в правовом смысле, если вина казненных очевидно. Но расправа, прихоть властителя, понятная лишь ему самому, смущает умы людей много более. В таком случае каждый осознает, что он также может стать очередной жертвой, поскольку никому неведомо, что взбредет в голову ожесточившемуся правителю. В Риме времен Нерона опасности подвергались те, кто был близок к принципсу. Не было более опасного места, нежели Полотинский дворец. Правда, в первые 11 лет его правления жертвами его становились прежде всего родные ему люди. Из высшей знати можно назвать Рубелия Плафта и Фавста Корнелия Суллу, а также Тарквата Силана. Рост числа жертв произвола Нерона начался только с разоблачения злополучного заговора Пизона, который справедливее было бы все-таки именовать заговор Пизона Руфа Сенеки. От волнений, связанных с заговором, Нерон отошел только во время очередных пятилетних состязаний, где дал волю своим артистическим наклонностям. Но конец состязания оказался для него трагедией, в которой некого было винить, кроме самого себя. Нерон потерял горячо любимую Попею Сабину. Как пишет Тацит, вслед за окончанием состязаний скончалась Попея. Причиной ее смерти был муж, который в припадке внезапной ярости ударил ее беременную ногой. Я не склонен верить, что она погибла от яда, хотя некоторые писатели сообщают об этом скорее из ненависти к Нерону, чем от добросовестного убеждения. Ведь он хотел иметь от нее детей и вообще очень любил жену. Светоний уточняет обстоятельства гибели Попеи. Любил ее безмерно, но и ее он убил, ударив ногой больную и беременную, когда слишком поздно вернулся со скачек, а она встретила его упреками. Наверное, не следует искать глубоких причин свершившейся трагедии. Нерон наверняка был пьян, и упреки Попеи вызвали у него неконтролируемую вспышку ярости. Не сознавая, что делает, он нанес роковой удар, оборвавший жизнь и самой Попеи Сабины, и неродившегося ребенка. Так нелепо погибла самая могущественная женщина Римской империи. Нерон был в горе и отчаянии, совершив в приступе пьяного безумия двойное по сути убийство. Он разом потерял самого любимого человека и ожидаемого наследника. Попеи были устроены роскошные похороны, но не по римскому обычаю. Тело погибшей Августы было пропитано благовониями и набальзамировано по восточной традиции царских похорон. Нерон на похоронах произнес похвальное слово, особо отметив удивительную красоту покойной, вспомнив, что она была матерью божественного младенца. В Риме, однако, никто не разделял его горе. Наружно, конечно, многие изображали скорбь, дабы угодить Нерону. Но ненависть римлян к Попеи пересилила естественное сочувствие ее судьбе. Злорадство многих римлян по поводу смерти Попеи, которого не избежал и сам историк Публий Корнелий Тацит, дело недостойное. Конечно, Попея не была безобидным человеком. Она приложила руку к гибели безвинной Октавии. Но все же главная причина столь сильной ненависти к ней – это ненависть к Нерону. В годы супружества Нерона и Попеи популярность принципса постоянно падала. Многим казалось, что именно в эти годы Нерон окончательно переменился к худшему. Тень неприязни к Нерону падала неизбежно и на Попею, тем более, что всем был известен сильный волевой характер этой женщины, имевшей большое влияние на своего мужа. Похороны Попеи сделали для всех очевидной новую политическую опалу в римских верхах. Нерон запретил участвовать в церемонии одному из самых выдающихся сенаторов – Гаю Кассию Лонгину. Знаменитый правовед, по сведениям Светония, к этому времени ослепший, смирно жил, ни в какие заговоры не встревая. Последним заметным политическим его деянием было выступление в Сенате, повлекшее за собой казнь 400 рабов педания секунда. Тогда Кассий выступил как строгий ревнитель неуклонного исполнения римских законов и обычаев предков. Почитание предков и стало причиной внезапного озлобления против него Нерона. В доме Кассия хранились изображения его знаменитого предка Гая Кассия Лонгина, одного из руководителей заговора против Цезаря и участника его убийства. Нерону нашептали, что именно статуя убийцы божественного Юлия, достойный правовед, окружил особым почитанием, и на ней даже начертана надпись «Вождю партии». А это означает, что Кассий почитает предка именно за то, что тот был действительно вождем партии заговорщиков, совершивших в мартовские иды далекого 610 года от основания Рима, 44 год до н.э., убийство Цезаря. Недоверие к Кассию усиливало и то, что в последнее время с ним сблизился молодой честолюбивый Луций Силон, племянник не так давно погубленного Нероном Тарквата Силона, вся вина которого заключалась в том, что он был праправнуком божественного Августа, и потому мог в случае чего претендовать на звание принципса. Таким образом, дружба старого Кассия и молодого Силона в глазах Нерона приобретала опаснейшие черты. Перед ним явный зародыш гражданской войны, государственного переворота. Кассий, следуя примеру почитаемого предка, может организовать заговор с целью убийства Нерона, а Луций Силон, принадлежащий к роду Юлиев, готовый кандидат в новые принципсы. Никаких, правда, свидетельств о наличии у обоих даже тени подобных намерений и в помине не было. Но такие мелочи давно уже не смущали Нерона. Он только что едва не прозевал опасный заговор. Ныне же он раздавит возможный новый заговор в зародыше, а заодно и возможного претендента на звание принципса. С обвинениями в адрес мнимых заговорщиков особенно не мудрствовали. Луцию Силону приписали то же, что и покойному дяде его Тарквату. Привлекли к суду заодно, наверное, для придачи заговору большей солидности, дабы он внешне походил на изобличенный заговор Пизона, еще трех сенаторов и одного всадника. Но Нерону не захотелось имитации широкого заговора. Все же заговор Пизона, в котором участвовало немало знатных людей, 19 сенаторов и еще семь патрициев, оставил у него слишком мрачные воспоминания. Демонстрация повторного подобия прежнего заговора выглядела опасной, ибо говорила о крамольной тенденции в римских верхах. Предпочтительнее Нерону казались точечные удары по тем, кто мог так или иначе претендовать на престол или, в силу серьезной обиды на принципса, мог пойти по пути заговорщика. Поэтому четверка соучастников после апелляции к императору избежала наказания. Гая Кассия Нерон счел в силу его старости не самым опасным. И сенатским постановлением он был сослан на остров Сардиния, где мог доживать свои дни в приятном соседстве с Аникетом, уже пребывавшим там в качестве мнимо ссыльного за своевременные показания о мнимой связи Октавии и мнимом заговоре в ее пользу. Силона должны были сослать на греческий остров Наксос в Эгейском море. Его привезли для отправки в ссылку в Остею и оттуда не морем, а по суше отправили через всю Италию в Апулию и заточили в городе Барий на побережье Адриатики, современной Бари. Поскольку Луций Силон был молод и обладал сильным характером, Нерон приказал с ним расправиться. К ссыльному явился Центурион в сопровождении нескольких воинов. Предосторожность не лишняя, так как Силон отличался могучим телосложением и соответствующей физической силой. Предложение самому вскрыть себе вены, мужественный Луций презрительно отверг, сказав, что к смерти он готов, но не желает лишать своего убийцу похвалы за выполнение полученного приказа. У Силона достало мужество не только открыто поиздеваться над своими палачами, но, будучи безоружным, он оказал отчаянное сопротивление им и пал, как доблестный воин на поле битвы. С таким же мужеством встретили смерть родственники Рубелия Плавта, его вдова Полита, ее отец, тесть Рубелия, Луций Ветер, и бабушка Политы, теща Ветера, Секстия. Здесь Нерону оказал услугу своевременным доносам, как и в случае со Сцевиным, неверный вольноотпущенник. Либертин Ветера Фортунат проворовался и, опасаясь справедливого возмездия за расхищение имущества патрона, зная, что тот в немилости у Принцепса сделал на своего благодетеля, коему был обязан свободой, политический донос. Соучастником обвинения выступил еще один, не менее достойный человек, некто Клавдий Дэмиан, которого ранее Ветер в бытность проконсулом провинции Азия велел бросить в тюрьму за какие-то позорные поступки. Соучастие в доносительстве на Ветера подарило ему свободу. Нерон немедленно велел освободить обвинителя ненавистного ему человека. Потрясенный тем, что против него, как равного, выставляют его же вольноотпущенника вора, Луций Ветер удалился на свою загородную виллу, где немедленно появилась стража, ведшая за ним неусыпное наблюдение. Не теряя надежды как-то добиться справедливости, Ветер упросил свою дочь обратиться непосредственно к Нерону. Полита отправилась в Неаполь, где в это время Нерон услаждал слух подданных своим непревзойденным пением. К Нерону ее не допустили, но она сумела дождаться его выхода и обратилась к принципсу с мольбой за своего отца. Слезы не вызвали сострадания у императора. Гордость заставила ее оставить униженные просьбы и заговорить с Нероном тоном негодующим, что также оставила владыку Рима равнодушным. Для Нерона приговор Луцию Ветеру был уже делом предрешенным. Кроме того, находясь в дорогом своему сердцу Неаполе, где более всего в Италии ценили его дар певца Кефарада, Нерон не был склонен отвлекаться на государственные дела. Когда Полита вернулась к отцу и известила его о своей неудаче, после которой надежд на благополучный исход дела уже не оставалось, одновременно пришла и весть о том, что в Сенате все предрешено, намеченное расследование должно завершиться беспощадным приговором. Хотя прямая угроза касалась только ветера, его дочь и теща решились также уйти из жизни. Все трое, одним и тем же ножом, скрыли себе вены. Перед смертью бывший консул, консульские обязанности он исполнял в Риме десять лет назад, и коллегой его был сам Нерон, раздал все имущество, за исключением трех лож, на которых обреченные намеревались расстаться с жизнью. Советы знакомых оставить значительную часть состояния Нерону, дабы тот сохранил остальное за его внуками, ветер с презрением отверг, не желая раболепствовать перед своим погубителем, на чье великодушие в любом случае надеяться было бессмысленно. Смерть не спасла Луция Ветера и его близких от сенатского приговора. Не смущаясь тем обстоятельством, что обвиняемые не только мертвы, но уже и похоронены, славные отца Отечества вынесли им смертные приговоры. Нерон, впрочем, ухитрился усугубить постыдность происходящего, превзойдя в гнусности решения свой раболепный сенат. Он использовал имеющееся у принципа право интерцессии, то есть вмешательство в решение сената, своеобразно смягчив приговор. Осужденным позволялось во избежание руки палача выбрать смерть по своему усмотрению. Подлые примеры Милиха и Фортуната воздействовали и на других вольноотпущенников. Римского всадника Публия Галла приговорили к лишению воды и огня согласно доносу его вольноотпущенника за то, что он якобы был близок Фению Руфу и Луцию Ветеру. В этом случае мы располагаем сведениями, как Нерон вознаградил донос Либертина-предателя на своего патрона. Доносчику было пожаловано достаточно почетное место в театре среди гонцов при народных трибунах. Этим, возможно, поощрялась стремительность первого доноса и рекомендовалось быстро доносить о любых других преступлениях против принципса. Награды доносчиков-либертинов возбудили зависть и в среде представителей весьма почтенных римских родов. Антистий Созиан, некогда милосердно отправленный в изгнание за стихоплетство, возводящие хулу на особу принципса, нашел способ обеспечить себе возвращение в Рим, сдружившись с человеком по имени Паммен, который слыл знатоком искусства халдеев, то есть был предсказателем. Хотя Паммен и находился в ссылке, многие из знатных римлян продолжали пользоваться его услугами. Выкрав гороскопы Публия, Антея и Астория Скопулы, Антистий отправил их Нерону, сопроводив письмом, что эти люди посягают на верховную власть, поскольку желают узнать свою судьбу и судьбу Цезаря. Воздействие доноса ссыльного рифмоплета превзошло все ожидания. Антей и Асторий сразу превратились в осужденных. Антея Нерон давно не жаловал, поскольку тот был известен своей преданностью Агриппини и чтил ее память. Кроме того, он был очень богат, а значит его состоянием было бы неплохо пополнить изрядно опустевшую в результате великого строительства казну. Что до злосчастного Астория, то расправа над ним объяснялась лишь тем, что он стал жертвой доноса, проверять подлинность которого никто не собирался. Асторий Скопул был видным военачальником, заслужившим славу в Британии, где он отличился при подавлении опасного мятежа, грозившего отторгнуть от Рима эту далекую провинцию. Принуждение к смерти такого человека, имевшего большие военные заслуги и, очевидно, невиновного в том, в чем его обвиняли, что едва ли для кого-либо составляло тайну, не могло не быть замечено в военной среде. Не в среде претерианцев, среди которых и так хватало недовольных, что показал заговор Фении Руфа. Но в среде военачальников, возглавлявших легионы, в руках которых находились десятки тысяч испытанных бойцов, и для которых безрассудная расправа над ни в чем неповинным заслуженным воином, была и личным оскорблением, и предупреждением на будущее. Отправляя на смерть Астория, Нерон разжигал огонь, в котором ему самому и предстояло сгореть. А пока число жертв Принципса все множилось. Смерть не миновала и родных Нерона, и членов его семьи. Сын Попеи Сабины от ее первого брака, Руфрий Криспин, которого Нерон великодушно усыновил, имел неосторожность в своих детских играх называть себя полководцем и императором. Даже память о горячо любимой Попее не остановила Нерона. В словах пасанка ему почудилась угроза собственному правлению. Несчастного мальчика утопили во время рыбной ловли. Не стало вскоре и Антонии, дочери Клавдия, с которой намеревался сочетаться браком Гай Кальпурни и Пизон в случае убийства Нерона и принятия Сана Принципса. Насколько сама Антония была готова соединить свою судьбу с Пизоном, и знала ли она вообще что-либо о заговоре, неизвестно. Нерон решил проверить ее расположение к себе, предложил Антонии выйти за него замуж после гибели Попеи. С точки зрения Нерона мысль достаточно здравая. Соединялись в семье оба представителя рода Юлиев-Клавдиев, а будучи супругой Принципса, Антония не могла быть использована противниками Принципса для заговорщицких целей. Антония, однако, отказала Нерону. Разозленный ее отказом и видя, возможно, в нем как раз свидетельство враждебности со стороны дочери покойного императора, Нерон распорядился казнить ее, предварительно обвинив в подготовке государственного переворота. За ней последовали остальные его родственники и свойственники. Среди них был молодой Авл Плавтий, которого он перед казнью изнасиловал и сказал, пусть теперь моя мать приедет поцеловать моего преемника, ибо, по его словам, Агриппина любила этого юношу и внушала ему надежду на власть, сообщает Свидоний. Истребление ближайшей родни, включая Антонию и Авла Плавтия, имело далеко идущие последствия. Нерон избавился окончательно от всех, кто мог претендовать на высшую власть в государстве покровно-родственному принципу принадлежности к роду Юлиев-Клавдиев. Он теперь был единственным потомком божественного Юлия и божественного Августа. Но это означало, что теперь только от его собственной судьбы зависело будущее правящего рода, ведь оба брака Нерона не принесли ему детей. Вдовцом, правда, он оставался недолго. Третьей женой Нерона стала Статилия Миссалина. Она была правнучкой видного военачальника Тавра, удостоенного за свои победы триумфа и дважды побывавшего в должности консула. Ранее Статилия была женой Атика Вестина, бывшего консулом в роковой год заговора Пизона. Нерон тогда заодно с заговорщиками расправился и со строптивым консулом, имевшим малоприятную для принципса славу последнего борца за восстановление римской свободы. Когда же Нерон женился на его вдове, многие стали говорить, что потому-то он и погубил Вестина, чтобы заполучить в супруги Статилию Миссалину. Такие разговоры не могли иметь действительной почвы. Во время заговора Пизона Нерон был женат на Попеи, и супруги ожидали второго ребенка. Последний брак Нерона оказался бездетным. Нерон никак не мог забыть образ Попеи, и это привело к удивительным последствиям. Любимые черты безвременно утраченной жены Нерон вдруг узрел на лице мальчика по имени спор. Вот тогда-то Нерон совершил еще одно, уже описанное нами супружество. Он стал двоеженцем. Наряду со Статилией Миссалиной, супругой принципса, был и мальчик-спор. Несчастного отрока еще и кастрировали для того, наверное, чтобы сохранить женственные черты его облика. Как и в случае с замужеством, внешне все выглядело по-настоящему. Соблюдены были все положенные свадебные обряды, невеста принесла приданые, спора торжественно ввели в дом Нерона, и он занимал супружеские покои. Именно в эти дни и появилась знаменитая блистательная шутка римлян. Сколь счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена. Этот странный союз продолжался до конца жизни Нерона. Спор будет рядом с ним в последние мгновения его жизни. Двойное устройство брачной жизни Нерона, столь потешавшее римлян, никак не отразилось на смягчении его политики расправ с людьми. Тацет сообщает о гибели в течение нескольких дней четырех сенаторов. Криспин, первый супруг Попеи, получил повеление умереть на острове Сардиния, где он уже находился в ссылке за причастность к заговору Пизона. Возможно, расправившись с пасынком, поведшим непозволительные речи, Нерон решил избавиться и от того, кто произвел на свет наглого мальчугана. Руфий Криспин-старший, получив приказ Нерона, послушно исполнил повеление Принцепса. Много сложнее история, приключившаяся с Анной Мелой, братом Сенеки и отцом поэта Лукана. Мела предпочитал придворные должности государственным, поскольку если вторые несли прежде всего почет, то первые открывали кратчайший путь к обогащению. Своё богатство он составил, заведуя личным имуществом Принцепса в качестве его личного прокуратора. Когда выяснилось, что сын его заговорщик, достойный отец даже не пытался его спасти, не просто отмежевавшись от недостойного чада, но воспользовавшись его гибелью с целью присвоения его состояния. Такая низость возмутила одного из ближайших друзей Лукана, Фабия Романа. И вот появился, донос, подкрепленный поддельным письмом покойного поэта, из чего следовало, что отец принадлежал к заговору наряду с сыном. Получив эти доказательства заговорщической деятельности Мелы, Нерон не удосужился их проверить, хотя вздорность их и была очевидной, но вспомнил о великих богатствах Анны и Мелы. Тем более вспомнил, заметим, что нажил-то их Мела, пребывая на должности прокуратора имущества Принцепса, то есть обирая Нерона. В этом случае, накладывая руку на имущество лжезаговорщика, Нерон, по сути, возвращал свое. Последним из погибших в эти дни всадников-сенаторов был знаменитый Петроний. Гай Петроний, как называет его Тацит, или же Тит Петроний, как именовал его Плиний-старший. Ушел из жизни самый яркий, самый одаренный человек времени Неронова правления. Его бессмертный сатирикон, дошедший до нас, увы, только во фрагментах, является собой блистательный шедевр римской литературы. Судьбу Петрония решил лживый донос его раба. Среди его друзей не нашлось никого, кто бы решился угодить Тигелину. Прибегнув к рабскому доносу, Тигелин невольно воскрешал в памяти римлян конец правления всем ненавистного Каллигулы. Ведь одной из важнейших причин его гибели стало дозволение рабам доносить на своих хозяев. Уже то, что либертинам было больше веры на суде Нерона, нежели сенаторам, поражало римлян. Но рабские доносы — это прямой возврат к худшим дням времен Каллигулы, напоминание о давно ушедших в прошлые днях проскрипций эпохи гражданских войн. Еще один опасный на будущее шаг Нерона — Цезарь, дающий рабам возможность свободно доносить на господ, непременно столкнется с заговорами, ибо трудно найти римлян, коим такая вольность была бы по сердцу. Наконец, Нерон напрочь забыл то, чему учил его Сенека, когда был верным помощником молодого принципа. Частое мщение обуздывает единицы и порождает ненависть сотен. Как подрезанные деревья умножают свои побеги, так жестокость монарха, уничтожив немногих врагов, увеличивает их число. Разумеется, из этих мыслей Сенеке вовсе не следовало, что он полностью отрицает всякое мщение. Если положение является нестерпимым, если того требует государственная целесообразность, то можно оправдать иные решительные действия монарха. Так, как мы помним, Сенека оправдывал гибель Британика и помогал осуществить добрым своим советом убийство Агриппины. Но теперь, когда не было уже и самого Сенеки, подтвердилась справедливость иного высказывания мудрого философа. Не из тех высказываний, что в его трактаты включались, но того высказывания, что в самом узком кругу произносилось. Если этот дикий лев однажды попробует человеческой крови, ничто не остановит его от возврата к своей природной жестокости. По природе своей Нерон был еще и трусоват, как натура артистическая впадал в крайние состояния, потому и жестокость его, все более погоняемая страхами, становилось частой и бессмысленной. Потому-то и недолгим было тираническое правление Нерона, симптомы которого после смерти Бурра и отставки Сенеки стали только проявляться, а после заговора Пизона уже были обычным делом. Еще раз скажем, это не были массовые репрессии. Нерон расправлялся исключительно с представителями верхов римского общества. Но это была не просто верхушка. Это, не забудем, была элита римского общества. Среди его жертв имена золотыми буквами, вписанные в мировую культуру. Лукан, Сенека, Петроний, талантливый поэт, великий философ, блистательный литератор. Их гибель — три несмываемых клейма в биографии Нерона. Среди владык Римской империи было много императоров, проливших куда более крови, нежели Нерон. Да и проливали они ее часто много более изуверскими способами. Хватало в истории Рима подлинно кровожадных владык. Но по части уничтожения знаменитых римлян, людей, бывших гордостью своего, да и не только своего времени, Нерон превзошел всех. Вернемся, однако, в 12-й год правления Нерона. В этом году он как бы задался целью расправиться со всеми знаменитейшими и уважаемыми людьми Рима. После гибели Петрония пришла очередь достойнейшего из сенаторов Тразии Пета. Он хочет быть, а не казаться праведным. Так сказано об одном из героев трагедии Схила Семера против Фиф Амфиараи. Слова великого Эллина можно уверенно отнести к последнему великому римскому сенатору. Тразия Пет давно раздражал Нерона. И дело тут думается не только в его независимости, а в ряде поступков, задевавших Нерона. Мы помним, как он покинул Курию, когда Сенат рукоплескал счастливому известию о спасении Нерона от покушения, подстроенного Агриппиной. Тразия добился в Сенате смягчения приговора вершеплету Антистию, лишив Нерона удовольствия явить свое великодушие и самому смягчить суровый приговор. Строптивость его давно не была тайной для Нерона. Она, конечно, раздражала его, но прямой опасности не представляла. Тразия не мог быть в числе соискателей звания Принцепса, поскольку не состоял в родстве с Юлиями Клавдиями, а его открытое поведение, не скрывающее истинного отношения к происходящему, как раз свидетельствовало, что этот прямой, гордящийся своей независимостью человек никогда не унизит себя до заговорщицкой деятельности. Со всех точек зрения Тразия не представлял опасности для Нерона. Не был он и центром притяжения сил ненавидящих Принцепса. Явного оппозиционера, пользующегося очевидным нерасположением Цезаря, старались избегать, дабы самим не угодить в опальные. Как и во всех прочих делах того времени, дело началось с доноса. Автором его стал Касуциан Капитан, имевший к Тразии свои счеты. Пет способствовал изобличению Капитана в лихоимстве в бытность того в Киликии, за что он и был осужден. Донос Касуциана был составлен виртуозно. Он не приписывал Тразии каких-либо опасных замыслов, не пытался сделать из него тайного заговорщика, не упирал на близость к уже выявленным врагам Нерона. Он прямо указывал, что Тразия является противоположностью Нерону и отваживался даже на историческую параллель, напоминая о временах гражданских войн в Риме. И подобно тому, как некогда жадный до гражданских раздоров Рим толковал о Гаи Цезаре и Марке Катоне, так теперь он толкует о тебе, Нерон, и Тразии. Доносчик делал явный упор на то, что в ходе такого противостояния разразилась гражданская война. Таким образом, Тразия, подобно Катону, мог стать источником новой смуты. «И у него есть последователи», — писал далее Доноситель. «Вернее, сообщники, правда еще не усвоившие его упорство в отстаивании своих воззрений, но подражающие ему в одежде и облике, суровые и угрюмые, всем своим видом, как бы упрекающие тебя в распущенности». Заканчивался этот своего рода шедевр Доносительства успокоительным пояснением Нерону, что ему вовсе не обязательно самому принимать решение, поскольку за него все сделает Сенат. «Наконец, ты можешь и не предписывать, что сделать с Тразией. Предоставь Сенату быть судьей в нашем споре». Нерон, разумеется, охотно принял предложение Касуциана Капитона. Для большей силы обвинения он распорядился дать главному обвинителю в помощь оратора Эприа Марцелла, знаменитого своим язвительным красноречием. Дабы не заострять внимание сенаторов на одном Тразии, к суду на том же заседании привлекли также бывшего проконсула Азии Барию Сорона. Сорон провинился в том, что помешал либертину Нерона Акроту вывести из города Пергама самые знаменитые статуи и картины для украшения дворца Нерона. Строго говоря, помешали Акроту сами пергамцы, возмущенные откровенным грабежом своего знаменитого произведениями искусства города. Но проконсул Барию Сорон, имевший возможность силой римского оружия пресечь дерзость пергамской общины, помощи Акроту не оказал, явно симпатизируя провинциалам. Также Сорону вменяли в вину связь с Рубелием Плафтом, сосланным в Азию как раз в годы его проконсульства и поддержку мятежных пергамских общин. Отвратительное судилище завершилось таким приговором. Тразии и Сорону было предписано самим выбрать способ смерти. Тразия наверняка внутренне уже готовый к такому финалу, спокойно встретил приговор. Согласно сведениям Тацета, он уговорил жену Арию не следовать его примеру, не лишать себя жизни и не оставлять без единственной опоры их дочь, а затем, удалившись в спальню в сопровождении зятя своего Гильвидия и друга философа Кинника Деметрия, спокойно протянул врачам руки, чтобы ему надрезали вены. Плинии младшей сообщает, что Ария первая поразила себя кинжалом, а затем передала его мужу, присовокупив слова «Пет, не больно», дабы придать ему решительность. Хотя расправа над Тразией и была осуществлена формально в Сенатском суде, никто в Риме не обманывался по поводу роли самого Нерона в этом деле. Смерть великого сенатора пала на Принцепса, он один выглядел в глазах современников, ответственным за трагические судьбы лучших граждан Рима. Казни многих людей, обладавших большими богатствами, порой приводили к серьезным переменам в структуре земельной собственности в иных провинциях. Многие ведь имели богатые имения далеко за пределами Италии. По сообщению Плиния-старшего, шестеро казненных в Риме при Нероне богатых людей владели половиной Африки, то есть половиной всех земельных угодий в одной из богатейших провинций империи, включавшей в себя бывшие центральные владения Карфагена, современный Тунис и часть Алжира. Казни сенаторов не предотвратили нового заговора. К сожалению, наши сведения о нем самые скудные. О том, что он был, мы знаем из сообщения Светония, который пишет, что этот заговор был вторым после заговора Пизона и случился не в Риме, а в Беневенте. Вождем заговора он называет Венециана. О самом Ании-Венециане мы узнаем уже из сообщения Диона Кассия. Ании-Венециан был зятем знаменитого полководца Гнея-Домиция Карбулана, командовавшего римскими легионами на Востоке во время многолетней войны с Парфией. Венециан был молод и пользовался расположением Нерона, поскольку был назначен командиром легиона, легатом, хотя возраст его еще не соответствовал столь высокому назначению. Это был знак высокого доверия со стороны императора. В мае 1966 года, как раз во время процесса над Тразией Петом и Барией Сороном, Венециан прибыл в Рим, сопровождая царя Армении Теридата, который должен был получить корону из рук Нерона согласно договору трехлетней давности между Римом и Парфией. Заговор Венециана, возможно, был импровизацией. Молодой легат, за годы войны оторвавшийся от мирной жизни, мог быть потрясен происшедшими переменами. Ссылка его родного брата Ания Полеона, наверняка несправедливая, и расправа над Барией Сороном могли произвести на Венециана столь сильное впечатление, что он решился отомстить Нерону за неправедный суд. То, что Сенат просто исполнял заранее известное пожелание Принципса, понять ему было нетрудно, как и догадаться о совершенной вздорности предъявленных обвинений. Почему с заговором связан город Беневент, а не Рим? Беневент, расположенный на юго-востоке от Рима в центральной части Южной Италии, находился на полпути из Рима к портам на Адриатике, Барию и Брундизию, откуда лежала наиболее короткая морская дорога в Грецию. То, что Нерон собирается совершить поездку в Грецию, могло быть известно, как известен и маршрут императора. Скорее всего, заговорщики хотели перехватить Нерона во время его путешествия в Беневенте, но это им не удалось. По каким-то причинам заговор был изобличен и последовали новые расправы. Погиб наверняка сам Венециан, но главная смерть, ставшая самым значимым последствием этого заговора, случилась несколько позже в Греции, куда в конце года отправился Нерон. Полководец Карбулан был вызван Нероном, прибыл в Коринф, где находился император, и там то ли был убит, то ли принужден к самоубийству. У истории нет сослагательного наклонения. Поэтому разговоры на тему «что было бы, если бы» совершенно непродуктивны, ибо выводы из них, вытекающие, обычно зависят от полета фантазии того, кто в воображении своем рисует яркие картины возможных интереснейших поворотов в истории стран, народов, да и всего человечества. И все же рискнем высказать одно предположение. Если бы Карбулан проявил непокорность Нерону и двинул свои испытанные легионы к берегам Италии, кто знает, может, династию Юлиев-Клавдиев сменила бы династия Домицыев, и Рим не узнал бы эпохи Флавиев. Гибель знаменитого военачальника не стала единственной смертью человека столь высокого ранга в этом году. Тогда же были вызваны в Грецию братья Скребонии, Руф и Прокул. Их постигла та же судьба, что и Карбулана. Если командующего легионами на Востоке могли казнить за участие в заговоре против Нерона, то Скребоний Руф и Скребоний Прокул управляли двумя провинциями на границе империи по Рейну. Учитывая опасность германской границы, в распоряжении каждого из проконсулов находились по три легиона. Предполагать, что братья действительно были заговорщиками, едва ли есть основания. У проконсулов провинции, находившихся на самой, пожалуй, опасной из римских границ, хватало текущих забот. Кроме того, если бы они и впрямь были заговорщики, Нерон дождался бы не их покорного приезда в Рим, а похода шести легионов на столицу империи. В то же время известная нам логика репрессии Нерона подсказывает наиболее убедительную версию причин гибели обоих Скребоньев. Ротех был знаменит, достаточно вспомнить, что супругой Августа, от брака с которой родилась дочь Юлия-старшая, была как раз Скребония. Праправнуком Скребонии был сам Нерон. Братья Скребонии были еще и потомками Помпея Великого. Такая знатность позволяла любому из них при определенных обстоятельствах заявить о правах названия Принципса. Так наверняка мог мыслить Нерон. Только ему показалось, что избавился он от всех возможных претендентов на власть, так или иначе принадлежащих к династии Юлиев-Клавдиев, как выяснилось, что Скребониев-то он и не учел. Эти три смерти можно уверенно считать поворотным событием в истории правления Нерона. До сих пор он без особого труда и риска боролся со своими действительными, а много чаще мнимыми противниками из Сената и из Знати в столице пребывающей. Все, что они могли противопоставить ему, это бестолковые заговоры и мужественное поведение перед лицом смерти. Здесь же впервые репрессии Нерона коснулись тех, кто стоял во главе легионов, руководил провинциями. Им, кстати, могла еще очень не понравиться расправа над Барией Сороном, умелым и деятельным правителем одной из самых известных провинций. И вот теперь подряд три смерти достойных людей. И главное, что опять-таки всем было очевидно, смерти совершенно незаслуженные, ибо не совершали ни Карбулан, ни братья Скребонии ничего против Нерона. Уж если так теперь Цезарь вознаграждает тех, кто управляет далекими провинциями империи, кто сражается с полчищами Парфян на востоке, кто отражает вторжение германцев, оберегая рейнские рубежи на западе, то подобная судьба может ждать любого проконсула, любого легата, любого самого заслуженного военачальника. А когда о столь печальном, но возможном повороте своей судьбы задумываются те, под чьим командованием многие тысячи, а то и десятки тысяч легионеров, испытанных в боях, то недолго остается править императору. Нерон же тем временем пребывал в совершенной эйфории. После успешного разоблачения двух заговоров подряд и казней заговорщиков, а также тех, кого он сам к таковым причислил, Нерон, искренне воображая, что делает нечто для себя полезное, не видел, что на самом деле происходит вокруг, а главное, скоро неизбежно произойдет. Глава седьмая. Войны и мятежи. Парфянский вызов. История Рима и войны — понятия неразделимые. Войны сопровождали историю вечного города изначально. Они шли всю его более чем тысячелетнюю историю. И именно умение воевать обеспечило гордым потомкам Ромула владычество над огромным пространством, которое ко времени воцарения Нерона простиралось уже от Британии на западе до Армении на востоке и от берегов Дуная и Рейна на севере до песков Аравии и Северной Африки на юге. Военные подвиги, военная слава, высшие доблести римлянина. И самые выдающиеся люди римской истории — это те, кто прославил свое имя на полях сражений. Прежде чем мы перейдем к рассказу о взаимоотношениях Рима и Парфии в правлении Нерона и как здесь себя проявил наш герой, необходимо сказать несколько слов о самой Парфии и особенностях римско-парфянских связей в предшествующую эпоху. Изначально Парфия — это небольшая область между юго-восточной оконечностью побережья Каспийского моря и горами Капетдак. Историческая столица, город Ниса, находился близ современного Ашхабада. Земля эта была с атропией персидской державы Ахименидов, а после завоевания Персии Александром Македонским и распада его империи отошла к Сирийскому царству, где утвердилась династия Селевкидов, потомков одного из виднейших военачальников Диадохов, преемников Великого Александра, Селевка Никатора, победителя. В середине III века до Новой эры Парфия, дальняя провинция Селевкидской державы, обретает независимость. Поначалу Парфия еще признавала какую-то зависимость от державы Селевкидов, но постепенно роли стали меняться. Эллинистическая сирийская держава постепенно слабела, а после поражения, нанесенного ей римлянами в 190 году до Новой эры, стала клониться к упадку, утрачивая былые владения. Парфия же, наоборот, постоянно набирала силы, одну за другой захватывая земли Селевкидов. Наконец, Парфия и Рим стали соседями после того, как гней Помпей Великий завершил свой грандиозный восточный поход, когда римские рубежи достигли западного берега Ефрата. А восточный берег этой великой реки оказался во владении Парфии, которая простиралась к тому времени от Ефрата на западе до Окса-Амударьи на востоке, от Закавказья до Индии и от Каспия на севере до Персидского залива на юге. Парфянский вызов, как называл его один из величайших антиковедов XX столетия Михаил Иванович Ростовцев, стал важнейшим фактором римской внешней политики. Со времен Карфагена Рим не встречал такого сильного врага. Парфия не выдвинула своего Ганнибала, но и ни одному римскому императору и полководцу в войне с парфянами не доставались лавры, сопоставимые с лаврами Сципиона Африканского или Сципиона Эмилиана. Возвращаясь ко времени правления Нерона, надо сказать, что римско-парфянское противостояние стало одной из наиболее важных его страниц. Собственно, как уже говорилось, парфянская проблема встала перед Нероном с самого начала его царствования. Еще в конце 54 года Рим был охвачен тревожными слухами, которые породили известия об изгнании родамиста парфянами, утверждении на армянском престоле брата парфянского царя и полном захвате парфией Армении, каковую римляне привыкли считать сферой своего влияния. Сила парфян в Риме была прекрасно известна, и все понимали, сколь непростым для империи может стать грядущее столкновение. Смена власти, только что прошедшая, также особо не вдохновляла. Во главе государства 17-летний юнец, не имеющий, естественно, ни малейшего опыта в делах державных и военных. Его неопытность могла бы быть восполнена знаниями умудренных и испытанных в делах советников, но, похоже, всем на полотене заправляет Августа мать, а женщине не пристало руководить войной. Что до ближайших советников юного Цезаря, то главный из них, конечно, может учить философским премудростям, но не искусству вести войну, выигрывать сражения угрозного противника, успешно осаждать и брать вражеские крепости и города. Отдадим должное Нерону и его советникам. Своими решительными и своевременными действиями молодой Цезарь немедленно посрамил сомневающихся и вдохновил тех, кто возлагал на него свои надежды. Согласно повелению Нерона, в ближайших провинциях незамедлительно набрали молодежь, пополнив ею восточные легионы, которым было приказано двинуться непосредственно к рубежам Армении, союзникам Рима. Правителям небольших пограничных всецелозависящих от римлян областей было приказано обеспечить подготовку вторжения в пределы Парфии, подготовив переправы через Ефрат. Но главное, все были в восторге от замечательно верного назначения главнокомандующего легионами на Востоке. Им стал испытанный военачальник, полководец с большим и победоносным опытом ведения боевых действий, гней Домицей Карбулон. Армия, которую он возглавил, должна была удержать за римлянами Армению. Такое продуманное назначение действительно заслуженного человека, вызвавшее всеобщее одобрение, дало основание полагать, что таким образом начинающееся правление открывает широкую дорогу для выдвижения по настоящему одаренных людей. Тем временем в Армении дела повернулись в пользу Рима. В Парфии возникла смута, вызванная выступлением против царя Вологеза, его сына Вардана, и парфянам пришлось оставить недавно занятое ими армянское царство для того, чтобы сосредоточить все силы на наведении порядка в царстве собственном. Более того, теперь царь Парфии сам нуждался в мире на западных рубежах своей державы и потому охотно согласился пойти на мир с Римом. А добы у римлян не было сомнений в его искренности, он даже изъявил готовность выдать заложников, в числе которых оказались знатнейшие представители царствующего рода аршакидов. Скорее всего, таким поступком Вологез достигал двух целей. Добивался доверия римлян и обеспечивал безопасность извне на время войны с непокорным сыном, а заодно и избавлялся от опасных родичей, на верность которых в этой семейной междоусобице положиться он не мог. Однако мир, достигнутый на востоке, оказался непродолжительным. Вологезу удалось быстро справиться с внутренними неурядицами в стране, и он немедленно вспомнил об Армении. Утрату этого царства, которое после такого удачного воцарения в нем своего брата Теридата он уже считал окончательно приобретенным, забывать парфянский владыка вовсе не был намерен. Со своей стороны римляне чувствовали себя победителями, кроме того, они считали обладание Арменией делом исторически справедливым. Карбулон прямо заявлял, что величие римского народа обязывает его удерживать то, что еще более столетия назад завоевали славные римские полководцы Лукул и Помпей в войнах с царем Понта Митридатом VI Евпатором и его союзником армянским царем Тиграном Великим. Однако положение римлян в Армении не было прочным. В этой стране существовали, конечно, и проримские силы, но большинство предпочитало парфян. Тацит так объясняет большее расположение армян к Парфии, нежели к Риму. По месту обитания, по сходству в нравах, наконец, из-за многочисленных смешанных браков, они были ближе к парфянам и, не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им подчиниться. Главной же трудностью для римлян оказывалась не приверженность армян к покровительству Парфии, а недостаточная подготовка восточных легионов к предстоящей тяжелой военной кампании. Римский историк едва ли прав, упрекая их в непонимании блага свободы, поскольку Парфия была много ближе к просвещенной монархии эллинического типа, нежели к грубой восточной деспотии. Да и рабовладение в этой стране далеко уступало римскому, не говоря уж об отсутствии кровавых зрелищ гладиаторских боев. На Востоке римлянам давно уже не приходилось вести больших войн. На этих рубежах, пока из-за Армении не обострились отношения с Парфией, римляне с серьезными опасностями не сталкивались. Потому до поры до времени войска, стоявшие в Сирии и Малой Азии, не усиливались. Более того, лучшие части перебрасывались на более опасные рубежи. Так 12-й молниеносный легион, чье грозное прозвание говорило само за себя, во время похода Клавдия в Британию был переброшен через всю империю из Сирии на берега Альбиона. После завоевания большей части Британии, когда исчезла необходимость пребывания на острове столь многочисленного войска, этот славный легион не стали возвращать на берега Ефрата, а разместили на Нижнем Рейне, дабы на его берегах эти испытанные воины молниеносно отражали варварские нападения. Там-то и пришлось легиону сражаться под началом гнеедомица Корбулона. Теперь, досконально изучив боеспособности вверенных ему войск, особенно перемещенных из спокойной и благодатной Сирии, Корбулон наверняка с тоской вспоминал тех, с кем подавлял мятеж фризов в низовьях Рейна. Не говоря уж о новобранцах и тех, кто недавно пополнил эти сирийские легионы, даже легионеры-ветераны в них ухитрились за все годы службы не побывать в настоящем сражении, отвыкнуть от постоянного ношения шлемов и панцирей. И что для римских воинов особенно постыдно, не иметь понятия в возведении валов и рытье рвов для укрепленного лагеря. А ведь именно римский военный лагерь как раз и обеспечивал многократно успех римлянам в их бесчисленных войнах. Римский воин должен был уметь воевать не только мечом, но и лопатой. Вот истина, которую знали в Риме, и сам Корбулон убежденно ее исповедовал. Легионеры, избегающие каждодневного ношения воинских доспехов и не умеющие толково держать в руках лопату, никуда не годились. Особенно в свете того, что им предстояло. Армия нуждалась в серьезном обновлении. Корбулон действовал решительно. Все неспособные к службе были уволены из легионов, в ближайших областях Малой Азии, Галатии и Каппадокии провели наборы новых воинов. Не забыли и об испытанных в боях. С берегов Рейна по требованию Корбулона вернули на восток, овеянный боевой славой, 12-й молниеносный легион. Получив в свое распоряжение необходимые войска, полководец сам занялся их подготовкой к предстоящим походам и сражениям, ведя таковую наисуровейшим образом. Методы этой подготовки подробно описаны Тацетом и заслуживают того, чтобы их привезти так, как они были известны великому историку. Корбулон держал все войско в зимних палатках, хотя зима была столь суровой, что земля покрылась ледяной коркой, и чтобы поставить палатки, требовалось разбивать смерзшуюся почву. Многие отморозили обе руки и ноги. Некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть. Рассказывали об одном воине, несшем вязанку дров. Кисти рук у него настолько примерзли к ноше, что когда он ее опустил, отвалились от рук, которые остались у него изувеченными. Сам Корбулон, в легкой одежде с непокрытой головой, постоянно был на глазах у воинов и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровость зимы и тяготы службы, и дезертировали, ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было в других армиях, первых проступков. Но всякий, покинувший ряды войска, немедленно платился за это головой. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной и более действенной, чем снисходительность. И беглецов из лагеря Корбулона было значительно меньше, чем в армиях, где провинившиеся могли рассчитывать на прощение. Исторический анекдот о воине, лишившемся кистей рук, примерших к вязанке дров, можно признать своего рода вершиной римского описания последствий лютого холода. Куда уж тут овидию, чье самое сильное впечатление от ужасов мороза в краю гетов выражено строкой «Здесь замерзает вино, принимая форму сосуда». Конечно, система подготовки воинов у римлян и без того была очень суровая. Но Корбулон, пожалуй, с учетом еще и свирепой для теплолюбивых римлян зимы, суровость эту довел до высшего предела. Результат желанный им был достигнут. Армия, из которой своевременно удалили непроворных инвалидов, наказали дезертиров, закаленная холодами, была готова к любым походам и к встрече с самым сильным противником, к штурму самых неприступных крепостей и городов. Подготовив свою армию и сумев привлечь на сторону римлян всех возможных союзников, включая царя Иберии Фарасмана, Корбулон двинулся в Армению, где Теридат в то время еще не мог рассчитывать на братскую помощь Вологеза, задержанного мятежом в Геркании, области к югу от Каспийского моря. Теридат, ввиду недостатка парфянских сил, не надеясь победить Корбулона в открытом сражении, попытался уничтожить римского полководца с помощью достаточно примитивной хитрости. Он предложил гнею Домицию личную встречу, заявив, что он на нею явится всего лишь с тысячей всадников личной охраны, а Корбулон волен взять столько, сколько пожелает, при единственном условии, чтобы все были без шлемов и панцирей. Корбулону не составило труда разгадать суть предложения Теридата. Парфяне были искуснейшие лучники, и если бы римляне, пусть даже и при большом численном перевесе, но не защищенные доспехами, появились перед тысячей наверняка отборных парфянских лучников, их постигла бы участь злосчастного воинства Марка Краса при Каррах, когда от парфянских стрел пало до двадцати тысяч римлян. Да и сам римский военачальник погиб тогда, будучи жертвой коварства, явившись на якобы мирную встречу для переговоров. Корбулон был более умелым и дальновидным полководцем, нежели Крас. Поход Корбулона в Армению дал блестящий результат. Умело расставив в горных проходах воинские отряды, он с самого начала пресек попытки Теридата воспрепятствовать получению римлянами продовольствия с побережья Черного моря, а затем решительным штурмом овладел сильнейшей крепостью Валанд, открыв себе путь на столицу Армении – Артаксату. Теридат попытался не допустить римлян к городу, и, двинувшись им навстречу, сумел окружить войско Корбулона, надеясь, что окружение застигнет его врасплох и вызовет растерянность, которой он сумеет воспользоваться. Но многоопытного полководца смутить было не так-то просто. Корбулон заранее придал своей армии такой походный порядок, при котором она могла, не нарушая его, вести бой на всех направлениях, откуда бы ни появился противник. Поняв безнадежность нападения на римское войско, Теридат, оставив без защиты Артаксату, ушел далеко на восток. А затем решительным штурмом овладел сильнейшей крепостью Валанд, открыв себе путь на столицу Армении – Артаксату. Артаксата сдалась Корбулону без боя, что спасло жизнь ее населению. Но сам город римский полководец велел разрушить, рассудив, что у него недостаточно сил, чтобы расположить в городе гарнизон, способный защищать городские стены на всем их протяжении. А просто оставить город означало бы, что римляне не сумели извлечь для себя никакой пользы от овладения им. Артаксата была придана огню. Рим встретил победные известия из далекой Армении с ликованием. Нерон был провозглашен императором и таким образом становился вровень со своими предшественниками. Теперь он считался победоносным полководцем, о чем и свидетельствовал императорский титул. Правда, императоры-предшественники звание свое заслужили, либо сами одерживая славные победы, как Тиберий, либо участвуя в победоносных походах, как Август, и в конце концов Клавдий, все же бывший в британском походе римской армии. Но пока об этих вещах никто не задумывался. Что ни говори, но ведь этот юный принцепс так удачно назначил полководца для восточных легионов. Значит, это по праву его победа. В честь победы воздвигли арку и статуи победителей. Нерону на несколько лет вперед определили консульство и ввели сразу три новых праздничных дня. День самой победы, день прибытия известия о ней в Рим и, наконец, день объявления о победе народу. После разрушения Артаксаты поход был продолжен. Теперь целью Карбулона было взятие города Тигранакерты и полное овладение всем царством Армении. По счастью для римлян, Геркания оказалась твердым орешком и войска царя Вологеза оказались надолго там скованными. И потому парфянский ставленник мог в борьбе с римлянами опираться в основном на местные силы, каковых было явно недостаточно. И во время нового похода римское войско не несло особых потерь, поскольку не встречало заметного сопротивления. Если в период подготовки к войне римские воины страдали от лютого холода, то теперь во время похода их преследовали жестокая жара и недостаток воды. И здесь Карбулон подавал всем пример, мужественно перенося наравне с рядовыми воинами все тяготы похода. В этом он походил на величайших полководцев, которых также отличала эта достойная черта. Двигаясь к Тигранакерте, римляне овладели двумя армянскими крепостями, одну из которых пришлось брать штурмом, а другую принудили к сдаче осадой. В результате Тигранакерта не решилась сопротивляться и открыла свои ворота Карбулону, который повел себя здесь иначе, нежели в Артаксате. Городу и его жителям не причинили ни малейшего ущерба, дабы показать всем выгоды послушания Риму. Единственное серьезное сопротивление римлянам оказала только крепость Лагерда, где укрепилась отважная армянская молодежь. Римлянам пришлось вести осаду по всем правилам военного искусства. Когда римляне ворвались наконец в Лагерду, ее защитники прекратили сопротивление. Успехи римских войск в Армении не остались незамеченными в мятежной Геркании, откуда к Карбулону прибыло посольство с предложением союза против Парфян. Герканцы справедливо указывали на то, что они уже помогают Риму, сдерживая армию царя Вологеза. Римский полководец благосклонно принял послов из Геркании, проявил о них заботу, обеспечив охрану на обратный путь, но действительной поддержки римляне герканцам не оказали. Большая война с Парфией не входила в планы империи. Задачей Карбулона было обеспечить господство Рима в Армении, и он ее полностью выполнил. Попытка Тередата вторгнуться в занятые римлянами армянские области была отбита, и на престол царства был возведен избранный Нероном новый царь. Им стал знатный уроженец соседней с Арменией Каппадокии Тигран. Для большей безопасности новому армянскому царю дали римскую охрану из тысячи легионеров, двух союзнических когорт, 1200 воинов, и двух отрядов конницы. Карбулон в Армении не задержался, поскольку был вынужден отбыть в Сирию, где к этому времени скончался у Мидий Квадрат, и надо было принять в управление эту важнейшую и богатейшую провинцию, оставшуюся без наместника. Это были события 60-го года. Золотое пятилетие уходило в прошлое. Тигран, явно переоценивая прочность своего положения, начал нападать на соседнюю с Арменией область Адиабену, находившуюся под властью Парфии. Дерзость римского ставленника остро задела Парфян. Вологес вновь короновал теридата армянской короной, дал ему в помощь полководца Монеза с большим конным отрядом и вспомогательное войско Адиабенцев, жаждавших отомстить Тиграну за разорительные набеги. Сам царь постепенно стягивал к западным рубежам Парфии свои основные силы. Карбулон, своевременно осведомленный о новом повороте дел в Армении, куда уже вошли войска теридата и Монеза, направил в помощь Тиграну два римских легиона, сам же занялся обороной Сирии. Близ берегов пограничного Ефрата им были поставлены новые укрепления. При их строительстве Карбулон мудро учел особенности этой почти безводной местности, прилегающей к Великой реке. Римские укрепления располагались у источников воды. Там же, где пришлось бы располагаться войскам противника, ручьи было велено засыпать песком. Тем временем в Армении Тиграну удалось, укрывшись за крепкими стенами Тиграна Керты, успешно отбивать парфянские атаки. В городе хватало продовольствия, боевой опыт находившихся в нем римских войск позволял без особого труда отбивать приступы армии теридата. Осады и штурмы крепостей никогда не были сильной стороной парфянского войска. При осаде городов и крепостей парфяне предпочитали использовать силы союзных им народов и племен. Так попытку штурма Тиграна Керты предприняли одиабенцы, имевшие в своем распоряжении стенобитные орудия и лестницы. Неудача у стен Тиграна Керты умерила пыл парфян. К Вологезу прибыло посольство, направленное Карбулоном, с требованием снять осаду армянского города. В противном случае Карбулон грозил поставить лагерь своих легионов во владениях парфии за Ефратом. Вологез, еще не готовый к большой войне с Римом, счел за благо приказать Манезу оставить осаду Тиграна Керты и уйти из Армении. Сам же, однако, объявил о намерении отправить посольство к Нерону, дабы добиться все же передачи Армении под покровительство парфии, что полагал главным условием прочного мира между двумя державами. Правильно оценивая происшедшее как всего лишь промежуточный успех, не снимающий опасности в дальнейшем, Карбулон потребовал дополнительных войск и особого военачальника для легионов, прикрывающих Армению. В Армению получил назначение Цезенний Пет, человек самонадеянный, хвостливый и в военном деле особых дарований и должных знаний не имевший. Тем временем парфянское посольство, как и следовало ожидать, из Рима вернулось ни с чем. Нерон справедливо не желал уступить парфии Армению, которую римляне успешно завоевали, а парфянский ставленник вернуть силы не сумел. Собственно, Вологес особенно и не рассчитывал на его успех, поскольку главным для него было выиграть время для лучшей подготовки к не лучшим образом начавшейся войне. Неблизкий путь посольства из парфии в Рим как раз и давал царю то самое необходимое время. Когда Пет узнал, что на Армению надвигаются самые настоящие полчища парфян, предводительствуемые самим царем Вологезом, он откровенно запаниковал. Остановить все парфянское войско силами трех легионов было невозможно. Но все же совершенно безнадежным его положения не было. Энергичные действия могли еще спасти ситуацию. Опытные военные, каковых было предостаточно в подчиненных Пету легионах, пытались его ободрить, подсказывали ему те или иные благоразумные решения. Пет, однако, как всегда действует в подобных случаях человек, не сведущий в порученном ему деле, не склонен был выслушивать чужие советы, дабы никто не подумал, что он не может без них обойтись. Заявив, что для борьбы с врагом ему нужны люди и оружие, а не валы и рвы, что решительно противоречило всему многовековому опыту ведения римлянами военных действий, Пет выдвинул войска навстречу Парфянам. Итог этой сомнительной отваги, как и следовало ожидать, оказался плачевным. В битве у местечка Рандея передовые части римлян были попросту раздавлены, а уцелевшие легионы, сумевшие добраться до лагеря основной части римского войска, своими исполненными страхорассказами о надвигающихся несметных полчищах Парфян вызвали немалое смущение духа в остальном войске, а самого полководца, случившееся, ввергло в откровенную панику. Он, не думая больше об успешном сопротивлении врагу, отправляет отчаянную просьбу о помощи Корбулону, который, немедленно оставив границы на Ефрате, двинулся спасать своего незадачливого коллегу. В опасности тысячи легионеров. Своих воинов он вдохновляет не грядущей добычей, но благородством задачи. Спасти римлян, спасти своих сограждан, не дать врагу захватить символы римской доблести, значки легионов. Вот истинная слава, вот настоящий почет. Но войску Корбулона не суждено было спасти легионы Пета от унижения и позора. Пет, который наверняка в эти дни многократно вспоминал о печальной судьбе Марка Краса и его легионов, нашел выход из безнадежной, как ему казалось, ситуации. Итогом этого стал следующий договор его с Вологезом. Царь позволял римскому войску уйти за пределы Армении, не преследуя его. Все крепости и продовольствия в них остаются Парфяном. Парфянским послам обеспечивается дорога в Рим к Нерону. Более того, римляне навели мост через реку Арсаний, чтобы воины не догадались, что мост возводится по требованию Парфян и должен стать памятником их победы над римлянами, Пет говорил строителям, что они сооружают переправу для своего войска. Но ушли римляне из освобожденного от осады лагеря совсем другим путем. Карбулону удалось после унизительного поражения Пета заключить с Парфянами все же вполне достойное перемирие. Вот когда пригодились укрепления, построенные по его приказу не только на западном римском берегу Ефрата, но и на восточном, принадлежащем уже Парфии. Римляне соглашались срыть возведенные на восточном берегу укрепления, но парфяне не должны были вновь провозглашать Тередата царем Армении. В следующем, 63-м году, был подписан мир между двумя государствами. Тередат все же становился царем Армении, но царскую диадему получал из рук Нерона. Сей торжественный акт должен был отвлечь внимание от того, что война за Армению Римом Парфии была проиграна. Армения вновь оказалась под покровительством Парфии. Внешне, правда, все было так обставлено, что римляне, не задумывавшиеся о действительном положении дел, могли вообразить, что Тередат станет чуть ли не их ставленником, и вообще мир почетный, и Рим как всегда победил. Рандейский позор случился далеко от Рима и позабылся за прошедшие после него годы. Кроме того, в последние два года империя приросла двумя пусть и небольшими, но все же царствами. С согласия Полимона под власть Рима в 64-м году перешло Понтийское царство, точнее, его последний формально независимый обрубок с городом Трапезундом. А в следующем году, после смерти царя Лигуров Котия, правившего небольшим царством в Западных Альпах, его владения также вошли в состав римской державы. Поэтому общий фон позволял Нерону облачиться в триумфальные одежды и принять очередной раз титул императора. Нерон, конечно, хорошо понимал, что случилось на самом деле, но решил не наказывать виновника позора римлян с одной стороны и не строить из себя победителя с другой. Когда Пет вернулся в Рим, Нерон принял его вполне милостиво, не приминув при этом проявить свое остроумие, сказав, что прощает Пета сразу, дабы избавить человека, столь подверженного страху, от долгой тревоги. В то же время торжественный приезд Теридата в Рим был отложен на целых три года и состоялся только в 66-м году. Нерону в это время было очень важно показать римскому народу свое могущество и успехи своего правления, ведь не остыла еще память о страшном пожаре, да и заговор Пизона и его громкое разоблачение случились совсем недавно. Процитируем Светония, сообщающего, во что стало Риму и римскому народу торжество в связи с прибытием в столицу империи царя Теридата. На Теридата, хоть это и кажется невероятным, он тратил по 800 тысяч в день, а при отъезде пожаловал ему больше ста миллионов. Приведенные цифры действительно кажутся невероятными. Имперские финансы, совсем недавно не без труда выдержавшие восстановление Рима и строительство Золотого Дворца Нерона, понесли очередной трудновосполнимый урон. Иллюзия победы над Парфией и утверждение на престоле царства Армении царя всем обязанного Нерону обошлась слишком дорого. Не случайно вскоре Нерон начнет лихорадочно изыскивать денежные средства для пополнения казны, охотно соглашаясь на самые фантастические проекты. Таким образом, многолетнее противоборство Рима с Парфией за Армению завершилось для империи в целом неудачно. Собственно, неудача не была столь уж значительной. Рим ничего не приобрел, но ничего особенного и не потерял. Но финансовые потери от создания видимости победоносного завершения войны с Парфией оказались слишком велики и во многом предопределили исход правления Нерона. Более успешными оказались военные действия, которые велись в правлении Нерона на Нижнем Дунае и в Крыму. Здесь в 60-м году проконсул провинции Нижняя Мезия, современная Добруджа в Румынии и Болгарии, Тит Плавтий Сильван Эли отразил вторжение варваров, подавив волнение местного народа и переселил к югу от Дуная в римские владения около 100 тысяч человек. Он же успешно воевал в Тавриде, защищая от вторжений кочевников-сарматов Боспорское царство. Последнее имело для Рима немалое значение, поскольку было одним из крупнейших поставщиков зерна. Огромная партия зерна после похода Тита Элия была направлена в Рим, будучи самым весомым доказательством его успехов. Но если по-настоящему больших войн при Нероне не велось, то с мятежами, охватившими немалые территории, империи в годы его правления столкнуться пришлось. Мятеж в Британии Спокойных границ мирных окраинных провинций у Римской империи не было. Но все же самыми опасными, самыми мятежными были те, что находились на самом востоке и на самом западе владений Рима. Самой молодой провинцией запада была Британия. Завоеванная часть Британии была превращена в римскую провинцию. На восточном побережье острова появилась колония ветеранов римских легионов Камалодун, современный Колчестер. Подобные поселения создавались римлянами во вновь обретенных землях для закрепления своего господства и для романизации края. Британия привлекала римлян своими богатствами. Климат ее они правда находили отвратительным из-за частых дождей и туманов, но в то же время ценили плодородие почв, что было следствием той самой повышенной влажности. Доставляет Британия также золото, серебро и другие металлы, дань победителю, писал Тацет. Славилась Британия и большими залежами свинца, разработку которых римляне активно начали и успешно вели. Огорчало завоевателей только невысокое качество океанского жемчуга, тусклого и имевшего синеватый отлив, а потому куда менее ценного, нежели великолепный жемчуг, добывавшийся из раковин в Красном море. Местное население покоренных областей поначалу вело себя достаточно смирно. Несправедливости разумеется хватало, и исходили таковые не только от местных римских властей, представители которых далеко не всегда были способны справедливо управлять покоренными народами, но и от ростовщической деятельности жестоко разорявшей население провинции. Крупнейшим ростовщиком, доведшим британцев до крайнего озлобления, Дион Кассий называет Луция Аннея Сенеку. Насколько верным является это сообщение, сказать крайне затруднительно. Другие римские авторы не ставят философу в вину его финансовую деятельность в Британии. Овладев югом, юго-востоком и центральной частью острова, римляне не собирались на этом останавливаться. Ставший наместником Британии Светоний Паулин был одним из самых выдающихся римских полководцев своего времени. Его заслуженно сравнивали с гнеем Домицием Карбулоном. Успехи Карбулона в Армении в 60-м году овладевшего Тигранакертой и всей Арменией возбудили в наместнике Британии состязательный дух. В 61-м году он повел легионы на северо-запад от владений римлян и достиг побережья Ирландского моря. Неудовольствовавшись этим, он решил подчинить Риму также небольшой остров Мону, современный остров Англси у северо-западного побережья Уэльса. На этом острове укрывались беглецы из римских владений, и потому Паулин счел необходимым разорить это гнездо недружественных Риму сил. Для восстания у британцев доставало причин, и неосторожный поход римского войска к Ирландскому морю и далее на остров Мону только поспособствовали всплеску мятежных настроений, вылившихся в настоящую войну. Британцам сильно досаждали ветераны римских легионов, которых расселили на земле племени тринобантов, где была создана уже упоминавшаяся колония Камалодун. Ветераны сгоняли тринобантов с их полей, захватывали их жилища, обращаясь с ними как со своими рабами. Римские же воины всегда принимали сторону ветеранов, и из римской солидарности, и полагая, что и им, когда они обретут ветеранский статус, будет беспрепятственно позволяться вести себя подобным же образом. Подлили масло в огонь в других областях провинции другие достойные представители римской власти. Дело в том, что на территории провинции Британии существовали два местных царства, полностью, разумеется, покорных Риму, но управлявшихся местными царьками. Одно из них, где племенем Регни правил вождь Кагедумн, находилось на юго-востоке острова. Более же крупное и густонаселенное царство Ицынов занимало восток провинции. Соседями Ицынов как раз и были обижаемые колонистами Камалоду на Тренабанты. Царь Ицынов Прасутак обладал большим богатством. Узнав, что у римлян имеется обычай завещать часть своего достояния Цезарю, дабы тот в благодарность позволил завещателю распорядиться остатком наследства по своему усмотрению, он назначил в своем завещании своим наследником Нерона, полагая, что все остальное достанется его двум дочерям. Но не тут-то было. Провинциальные римские власти и в грош не поставили завещание варварского царька. Разграбленными оказалось и наследство Прасутага и все его царство. Поскольку семья Прасутага пыталась протестовать, то ее решили примерно проучить. Жену царя Боудику как простую рабыню высекли плетьми, а обе дочери были изнасилованы легионерами. Мятеж вспыхнул, как естественная реакция британцев на вопиющие беззаконие римлян, и потому стремительно стал распространяться не только по земле Иценов, но и по всей провинции. Застегнутые врасплох римляне терпели жестокие неудачи. Святоний, спешно вернувшийся из дальнего похода, достиг города на Темзе Лондиния. Это, кстати, первое историческое упоминание будущей столицы Англии. Вождем восстания стала царица Боудика. Униженная римлянами, она справедливо жаждала мести за себя, за своих поруганных дочерей, за беды своего народа. Получив необходимые подкрепления, Святоний Павлин дал решающий бой повстанцам. Превосходство римлян в военном искусстве взяло верх. Британцы были полностью разгромлены, Боудика то ли отравилась, то ли вскоре умерла от болезни. В решающей битве, по словам Тацета, погибло 80 тысяч британцев и только 4 тысячи римлян. Первая цифра, конечно, сильно преувеличена, а вот вторая весьма любопытна. Ведь, устанавливая численность сражавшихся, Тацет определял численность римских войск в 10 тысяч. Выходит, что победа стоила римлянам потери 40% всей армии. Нелегко, значит, она далась. Вскоре остров был замерен. Нерон распорядился прислать туда дополнительные войска из Германии. Поведение Принцепса в разгар мятежа Светоний считал предосудительным. Нерон якобы был готов вообще сдать провинцию мятежникам. Так это или нет, сказать трудно. Но разговоры могли быть небеспочвенными и тоже никак не способствовали популярности Нерона. Иудейская война Еще одной неспокойной провинцией, где в правлении Нерона вспыхнул кровавый мятеж, была Иудея. Впервые она оказалась в зависимости от Рима в 63-м году до новой эры, после того, как Помпей Великий подчинил Сирию. Зависимость эта постепенно усиливалась. В 41-м году Марк Антоний дал звание тетрарха Иудеи правителю Галилеи, области на стыке Иудеи и Сирии Ироду. Тетрарх, буквально четверовластник, это зависимый от Рима правитель. Такое его именование было следствием римской традиции при захвате самостоятельного ранее государства три четверти его оставлять за собой, а последнюю четверть предоставлять в управление местному царьку. Год спустя, в 40-м году до новой эры, Ирод с согласия римского сената по представлению Антония и Иудеи. Будучи правителем полностью покорным и преданным Риму, он в дальнейшем заслужил немалое благоволение римских властей. Октавиан Август, став единоличным правителем римской державы, позволил Ироду распространить свое управление не только на Иудею, но и на соседние области Самарию и Идумею. В дальнейшем Август сделал его и правителем провинции Сирия. Ирод, не будучи иудеем по происхождению, принадлежал к эллинистической культуре иудеям весьма недружественной и, старательно проведя в жизнь все требования римской власти, заслужил в Иудее лютую ненависть всех слоев населения. Царь Ирод жестоко подавлял всякое сопротивление, потому-то его имя стало нарицательным для обозначения жестокого правителя безжалостно губящего безвинные человеческие жизни. Не случайно именно Ироду Великому Евангелие приписывает изуверское избиение младенцев. После смерти Ирода Великого в четвертом году Иудея, Самария и Идумея спустя три года были объединены в римскую провинцию Иудея. Управляли ей, как и многими другими подобными небольшими провинциями, римские прокураторы. Прокуратор это чиновник, отвечающий в провинции за личное имущество принцепса, а также за сбор податей в императорскую казну. Наиболее знаменитым прокуратором Иудеи был Понтий Пилат, исполнявший свои обязанности около десятилетия с 26 по 36 годы. Именно при нем в Иерусалиме произошли события, связанные с личностью Иисуса Христа. Жестокие, непродуманные действия иных прокураторов только разжигали немалую неприязнь местного населения к римлянам, все более накаляя обстановку, делая ее взрывоопасной. Наихудшую славу из таких представителей имперской власти приобрел вольноотпущенник императора Клавдия Антоний Феликс, бывший братом знаменитого Либертина Паланта, одного из действительных управителей государственных дел в римской державе того времени. Чаша терпения населения Иудеи переполнилась, когда прокуратором был назначен Гессий Флор. Назначение это можно уверенно назвать одним из наименее удачных политических решений Нерона. Грек по происхождению, враждебной к иудеям, он за два года своего пребывания в провинции сделал все, чтобы она восстала против римской власти. Мало того, что Флор занимался непомерным вымогательством, он еще и начал жестокие репрессии против неугодных ему людей и тех, кто противился его произволу. Естественным его финалом стало всеобщее восстание. Тацит, Иосиф Флавий, Евсевий Памфил однозначно связывали начало восстания в Иудее с последствиями жестокого и разорительного правления Гесия Флора. Мятеж стремительно распространялся по всей области. В Риме поначалу недооценили ситуацию и решили, что возмущение может быть подавлено местными силами. Недооценка опасности положения привела к неудачам римских войск. Вновь назначенный в 66 году легатом Сирии Цестий Галл действовал недостаточно решительно, результатом чего стало серьезное поражение римлян, сопоставимое с разгромом в Британии. После смерти Цестия Галла потребовалось назначить нового военачальника для подавления мятежа. И здесь Нерон поступил совершенно правильно, сделав точный выбор. На место Галла был назначен Веспасиан. Сопровождавший Нерона в поездке по Греции уже не молодой военачальник, не умевший оценить певческие таланты Принцепса, и потому ощущавший себя едва ли не опальным, получил назначение, которое решительнейшим образом перевернуло его судьбу и, как со временем выяснилось, судьбу всей Римской империи. «Веспасиан был в это время в расцвете славы. Удача способствовала ему повсюду. Он опирался на талантливых командиров, и за два лета его победоносная армия овладела всей иудейской равниной и всеми городами страны, кроме Иерусалима», писал об успехах вновь назначенного Нероном полководца Тацет. Поддержка действий римских войск в Иудее приняла в соседних провинциях крайне жестокие формы в отношении местных многочисленных иудейских общин. Веспасиан успешно вел войну, но дождаться конца ее падения Иерусалима и замерения мятежной провинции Нерону не было суждено. Глава восьмая Рим ропщет, Греция рукоплещет. Нерон никогда не стеснял себя в расходах. Не зря ведь Плиний старший подчеркивал постоянную готовность Нерона к предоставлению золота и серебра. Светоний дополняет эту характеристику. Для денег и богатств он единственным применением считал мотовство. Людей расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей молодцами со вкусом, умеющими пожить. В своем дяде Гаи Каллигуле больше всего хвалил он и восхищался тем, как сумел он за малое время промотать огромное наследие Тиберии. Короче, щедрость Нерона не знала границ. Если бы это касалось первостепенных по значению статей расходов государства, его, конечно, можно было бы пожурить за чрезмерную расточительность и недостаточную бережливость, оговорив, что проистекали они, правда, из благороднейших побуждений израсходовать эти средства во благо Рима и римского народа. Временами, кстати, так и было на самом деле. Стремительное восстановление Рима после пожара, причем в лучшем виде, нежели он был до него, только этим и объясняется. Выделялось столько средств, сколько требовалось, без учета, каково это вынести государственным финансам. Но были и другие расходы, которые никак не могли вызвать общественного одобрения и быть хоть как-то оправданы государственными интересами. Здесь и Золотой Дворец, и безумные расходы на прием Тередата, и несметные траты на прорытие великолепно задуманных, но так и незаконченных каналов. Но у денег есть, как известно, одно пренеприятнейшее свойство. Они всегда заканчиваются, и, что самое обидное, всегда не вовремя. Беда была еще и в том, что Нерон сам разбаловал население Рима беспрецедентными по размаху денежными раздачами. Сумма таковых достигала четырехсот сестерциев на каждого, а поскольку число тех, кому раздачи предназначались, исчислялось сотнями и сотнями тысяч, то никакая казна не могла выдержать такой нагрузки. Непривыкшая к таким благодеяниям толпа стала воспринимать их как должное, когда же у императора явственно обнаружились денежные затруднения, то рассчитывать на понимание ему уже не приходилось, ибо паразитирующие слои населения не способны задуматься над чем-либо кроме собственного благополучия и всегда готовы жестоко не взлюбить того, кто внезапно, как им кажется, взял, да и обманул их ожидания. Недостаток средств в казне и необходимость в больших расходах не могли не беспокоить Нерона. Не зная, как умножить доходы государства, поскольку об уменьшении расходов он как-то не задумывался, Нерон был готов принять любое предложение, сулившее немедленное обогащение. И здесь над ним жестоко посмеялась судьба. Некто Цезелий Бас, которого Тацет называет пунийцем, то есть потомком Карфагенен прибыл в Рим с потрясающим известием. Он на своем поле обнаружил огромные пещеры безмерной глубины, хранящие несметные сокровища. Для большей убедительности Бас рассказывал удивительные подробности. В пещерах лежат золотые слитки в виде кирпичей грубой старинной формы. От обрушения своды пещеры поддерживаются золотыми колоннами. Какими-то средствами он действительно обладал, поскольку сумел благодаря подкупу пробиться к Нерону и изложить ему эти умопомрачительные новости. Происхождению этой чудо-кладовой старинного золота Бас дал объяснение, которое не могло не увлечь Нерона. Это сокровище царицы Дидоны, той самой знаменитой царицы, о которой каждый римлянин знал из Анаиды Вергилия. По преданию, царица Дидона жила некогда в городе Тири, крупнейшем центре древней Финикии, находившейся на территории современного Ливана. После того, как она лишилась своего мужа Сихея, убитого ее братом Пигмалионом, Дидона оставила родные берега и в сопровождении немалого числа преданных ей людей, отправилась к берегам Северной Африки для поиска места, где можно было бы обосноваться и построить новый город. Прибыв на побережье современного Туниса, Дидона, обнаружив прекрасную природную гавань, удобную для основания нового города, а также прилегающие к побережью плодороднейшие земли, орошаемые рекою Баграт, изобрела хитроумный способ обосноваться там. У местного царька она скромно попросила разрешение купить столько земли на побережье, сколько занимает шкура одного быка. Не видя для себя ущерба от уступки, да еще и за деньги, смехотворного клочка земли, покрываемого единственной бычьей шкурой, бесхитростный африканец легко согласился на предложение. С учетом предельно скромной на первый взгляд просьбы, он запросил чисто символическую плату. Взяв шкуру быка, финикийцы аккуратнейшим образом разрезали ее на тончайшие нити, которые затем связали в единую нить весьма приличной протяженности. Ею им удалось обтянуть изряднейший кусок приморской земли. Поскольку формально соглашение с местным правителем нарушено не было, запрета на изготовление нитей из бычьей шкуры африканец по простоте своей не предусмотрел, Дидона получила возможность строить свой город на той самой столь остроумно приобретенной земле. Так, согласно легенде, возник Карфаген. Дидона стала его царицей. Но в истории, которую рассказывал Цезелий Бас, речь шла о другой легенде, связанной с основательницей Карфагена. Дидона привезла с собой в Африку из Финикии огромные богатства. Став царицей Карфагена, она стала опасаться, что ее народ, располагая такими сокровищами, может совершенно развратиться, погрязнуть в праздности и ленности, поскольку обладание золотом лишает его смысла трудиться. Кроме того, наличие в Карфагене подобной сокровищницы стало бы соблазном для соседей. Потому-то мудрая царица и спрятала свои несметные сокровища в никому кроме нее и самых верных людей неведомой пещере. Там и лежали они долгие века, покуда их не обнаружил удачливый бас. Строго говоря, обнаружил он сокровище во сне, каково и непонятно почему счел вещем. Несомненно, что с головой у потомка некогда грозных Карфагенен было плохо. К несчастью, как это порой бывает с психическими больными, наружно он производил впечатление вполне нормального человека. Возможно, дело действительно в его убедительности, но безусловно и то, что его фантастический рассказ упал на благодатную почву. Ломавший себе голову над поиском больших денежных средств, Нерон внезапно увидел простейшие решения. Найти клад Дидоны и все вопросы решены. Похоже, для Нерона тот мир, который он знал по мифам, был уже более реален, нежели мир, в котором он жил. Люди античного мира не воспринимали мифы как вымысел. Они были для них совершенной реальностью, тем, что действительно существовало в прошлом. Нерон потому и не усомнился в подлинности этих сведений. И вот, по его повелению, снаряжаются корабли с отборными грибцами для ускорения плавания и отправляются целые отряды воинов для добывания сокровищ Дидоны. Последствия, как и следовало ожидать, были самые плачевные. Основываясь на этих вздорных надеждах, Нерон день и до дня становился все расточительнее. Истощались скопленные казной средства, как будто уже были в его руках такие сокровища, которых хватит на многие годы безудержных трат. В расчете на те же сокровища он стал широко раздавать подарки, и ожидание несметных богатств стало одной из причин обнищания государства. Ибо баз, за которым следовали не только воины, но и согнанные для производства работ сельские жители, беспрестанно переходя с места на место, всякий раз утверждал, что именно здесь находится обещанная пещера. Перекопал свою землю и обширное пространство вокруг нее, и, наконец, изумляясь, почему лишь в этом случае сновидение впервые обмануло его, хотя все предыдущие неизменно сбывались, оставил бессмысленное упорство и добровольно смертью избегнул поношений и страха перед возмездием. Впрочем, некоторые писатели сообщают, что он был брошен в темницу, а затем выпущен, а в возмещении царской сокровищницы конфисковали его имущество. Истинные же последствия карфагенской авантюры Нерона оказались совсем печальными. Когда же эта надежда обманула его, он, издержавшись и обеднев почти до нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалованье, а ветеранам оттягивать награды. Невыплаченные жалования, отложенные заслуженные награды, это в глазах воинов дело совершенно нетерпимое. Люди, в руках которых оружие, могут на это ответить так, что виновный в денежных задержках запомнит навсегда. Если, конечно, останется жив. Пытаясь хоть как-то восстановить истощившиеся финансы, Нерон принимает решения, диктуемые нездравым смыслом, но растерянностью, граничащей с отчаянием. Перечень мер по оздоровлению финансов после истории с привидевшимися сокровищами Дидоны дал Светоний. Прежде всего постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников безвидимой причины носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не половину, а пять шестых имущества. Далее, чтобы по завещаниям, обнаружившим неблагодарность к императору, все имущество отходило в казну, а стряпчие, написавшие или составившие эти завещания, наказывались. Далее, чтобы по закону об оскорблении величества, подлежали наказанию любые слова и поступки, на которые только найдется обвинитель. Даже подарки, сделанные им в благодарность за победные венки, полученные от городов, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и пурпурный цвет, сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и после этого опечатал лавки всех торговцев. Давая поручения, он всякий раз прибавлял, «А что мне нужно, ты знаешь, и будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось». Наконец, у многих храмов он отобрал приношения, а золотые и серебряные изваяния отдал в переплавку, в том числе и статуи богов-пенатов. К этому стоит добавить также сообщение Диона Кассия о конфискации Нероном всего имущества осужденных. Принципс Нерон все более и более утрачивал представление о реальности, похоже, уже вообще не давая себе отчета в том, как воспринимают римляне его поступки и распоряжения. А ропот в Риме и не только в Риме, но и в Италии, в провинциях нарастал. А в таких случаях люди всегда вспоминают все худшее, что происходило в последние годы, все вкупе ставя в вину власти, независимо от ее действительной вины заслучившейся. Все вместе создавало поистине тревожный фон царствованию Нерона, чего он, к несчастью для себя, то ли не хотел, то ли уже не мог замечать. Положение дел в Риме вообще мало беспокоило Нерона в это время. Визит Теридата вызвал у него яркую вспышку интереса к Востоку. Должно быть, вручив царскую диадему новому правителю Армении, Нерон всерьез вообразил себя победителем-триумфатором, которому под силу совершать великие деяния в краях, где некогда воевал великий Александр Македонский. Было объявлено, что он готовит поход к Каспийским воротам. Порой историки спорят, по какому именно пути через Кавказские горы должны были пройти легионы под водительством Цезаря Нерона. Думается, такие споры излишни. И те, кто обитал близ знаменитых ворот у современного Дербента, и те, кто проживал в глубокой теснине Дарьяла, могли быть совершенно спокойны. Никакое незваное войско в гости к ним не собиралось. Сей грандиозный проект скорее должно считать очередной игрой Нерона. Учитывая, что в эти годы римляне не сумели удержать под своим военным контролем даже Армению, а главной задачей войск в Сирии была защита границы по Ефрату, не говоря уже о мятежной Иудее, где до прибытия Веспасиана римляне терпели чувствительные неудачи, воспринимать всерьез подготовку похода к берегам Каспии и перевалам Кавказа не приходится. Это было очередное театральное действо, сочиненное и срежиссированное самим Нероном. Игра, очевидно, не была слишком продолжительной, на восток фаланга двинулась, но ушла недалеко. Куда более серьезными оказались его планы посещения Греции. Эта поездка действительно состоялась и прошла чрезвычайно интересно и пышно. Вне всякого сомнения, поездка в Элладу была давней мечтой Нерона. Нерон был обязан увидеть мир, обожаемый им Грецией, воочию. До сих пор он только прикасался к творениям этого мира. Первоначально Нерон хотел начать свое знакомство с миром эллинизма с посещения Александрии, города великого Александра. Но побывать в великом городе ему не довелось. Помешали нелепый случай и глубокое суеверие молодого императора. Уже в самый день отъезда, когда он обходил храмы, в святилище Весты край его одежды за что-то зацепился. Перепугавшись, что подол платья удерживает сама гневающаяся на него богиня, он, что называется света белого не взвидел. Отважиться после такого зловещего, как показалось Нерону предзнаменования на дальнюю поездку в Египет было для него невозможным. Поездка же в Ладу состоялась. Непосредственным толчком к решению Нерона непременно посетить Грецию стало чрезвычайно лестное для Цезаря музыканта решение греческих городов, известных проведением музыкальных состязаний. Они постановили прислать ему венки, которыми награждались кефары победители. Конечно же, это была великая радость для Нерона. Он любезно принял послов и пригласил их к себе на дружеский обед. Дабы все ощутили важность и торжественность момента, прием был внеочередным. Любые дела могут подождать, пока принцепс встречается с теми, кто сумел по достоинству оценить его дар великого музыканта. Во время обеда посланцы греческих городов, тонко оценив ситуацию, стали просить Нерона спеть. Разумеется, он не мог ни им, ни себе отказать в таком удовольствии. Пение Нерона было вознаграждено шумными аплодисментами. Наверняка послы заранее разучили любимый Цезарем ритм аплодисментов, хорошо все отрепетировали и теперь доставили обожаемому властителю истинную радость. Восхищенный Нерон немедленно объявил во всеуслышание, что только греки умеют его слушать, и только они достойны его стараний. Римские угодники, лицемерно хвалившие музыкальные и певческие дарования Нерона, оказались посрамленными. Утонченная лесть эллинов завоевала душу императора-артиста. Впрочем, возможно, дело и не в лесте. Нерон наверняка был отличным кефародом и, учитывая многолетние упражнения и уже немалый опыт выступлений, неплохо пел. Это для римлян поющий принципс нечто из ряда вон выходящее. Греки, исконные поклонники изящных искусств, воспринимали прихоти императора куда более терпимо. Владение музыкальным инструментом не могло в Греции восприниматься как что-то недостойное. Музыка и пение были уместны для эллинов всегда и везде, даже в самых, казалось бы, неподходящих ситуациях. Сократ, к примеру, стал обучаться игре на арфе, будучи уже приговоренным афенинами к смерти. Нерон отбыл в провинцию Ахайя, так в римское время именовалась покоренная Греция осенью 66-го года после торжественного приема Тередата и разгрома заговора Венециана. Выбор времени года для путешествия конечно не был случайным. Климат Греции много жарче италийского. Летом она бывала буквально выжжена беспощадным солнцем, чьи губительные лучи греки полагали стрелами Аполлона. Когда же осенью солнечный бог удалялся на север к Гипербореям, на земле лады оживала природа, снова распускались цветы, густели сочные травы, уходила мучительная жара. Наступало короткое царство Диониса, воскрешающее на время короткой и приятной греческой зимы. Нерон, как мы знаем, культа Диониса Вакха вовсе не чуждался, и более того, порой упивался до потери рассудка, что и привело к гибели его горячо любимой Попеи. Но в Грецию он ехал не ради одних развеселых Дионисий. Он хотел, чтобы его актерское искусство, искусство пения и игры на кефаре, искусство возничьего колесницы по достоинству оценили на родине всех этих замечательных искусств. Свиту с собой в главное путешествие своей жизни Нерон взял довольно странную. Сопровождала его новая супруга Статилия Мессалина, но находился при Нероне также и его кастрированный сожитель Спор, напоминавший ему своими чертами незабвенный образ красавицы Попеи. Не забыта была и Кальвия Креспинила, умелая устроительница самых изощренных сексуальных оргий. Присутствовал и Тигеллин. Оставшихся в Риме претарианцев единолично возглавлял Немфидий Сабин, префект Претория, назначенный после разоблачения заговора Пизона. Были при Нероне и вполне достойные люди, покорные ему, но не замаравшие себя недостойными делами. Это Веспасиан и Клувий Руф. Окружали императора и его свиту отряд претарианцев, а также неизменные августеанцы, чьи отработанные высокоталантливые и особо звучные аплодисменты должны были вдохновить Эллинов на восторженную оценку выступлений Нерона. Наряду с профессиональными клокерами августеанцами ту же роль должны были исполнять на сей раз и претарианцы, оберегавшие персону Принцепса в поездке. Едва ли они были от этого в восторге, хотя, конечно, повиновались. Пока. Все государственные дела в империи были оставлены на вольно отпущенника Гелия, получившего права лишать имущества, ссылать и приговаривать к смерти людей любого звания. Жизнь знатнейших римлян стала зависимой от произвола подлого либертина. Можно себе представить, как рады были римские сенаторы и патриции такому удачному выбору Нерона. Прибыв в Эладу, Нерон расположился в Каринфе, который был главным городом провинции Ахайя. Первое его выступление состоялось в Кассионе, где он пел перед алтарем Зевса, римлянами именуемого Юпитером Кассием. Затем Нерон пожелал выступить на всех традиционных греческих состязаниях, как музыкальных, так и иных, которым для того, чтобы император мог непременно блеснуть на них своими высокими дарованиями, придали ранее несвойственный им характер. Так в Олимпийские игры, мало того, что их пришлось проводить в нарушении общепринятых сроков, внесли еще и музыкальные состязания. В Истмийские игры, проходившие в Каринфе, включили представления трагедии и пении. Выступал Нерон также и на немейских, эпифийских играх, став таким образом и участником, и победителем на всех четырех общегреческих играх, исключительно для него проведенных в течение одного года. Всего он получил 1808 наград. Одно из выступлений на Олимпийских играх едва не стоило ему жизни. Управляя колесницей, в которую были впряжены десять лошадей, он оказался выброшен на землю. Оправившись от падения, он пытался мужественно продолжить скачку, но, очевидно, последствия падения оказались слишком болезненными, и ему пришлось покинуть арену. Тем не менее, венок победителя скачек достался Нерону. Правда, войти в историю, будучи навеки включенным в списки олимпийских победителей, ему не удалось. Вне очередные олимпийские игры были впоследствии отменены, и результаты их, столь приятные для Нерона, более в реестре олимпийских наград не значились. Для всей Греции приезд Цезаря должен был стать безусловным благом. Восхищенный своим пребыванием на родине всех любимых им искусств, Нерон вознамерился навсегда оставить в Ладе память о своем добром отношении к ней и ее славным обитателям. Главным памятником, увековечившим приезд Нерона в Грецию, должен был стать канал через перешейк Истм, соединяющий полуостров Пелопонес с остальной Грецией. В отличие от грандиозно задуманных, но мало полезных даже в случае их прорытия каналов, коими Нерон пытался осчастливить родную Италию, канал через Истм был бы весьма нужен мореплавателям. Корабли могли бы теперь плыть из Адриатики в Эгейское море без того, чтобы огибать Пелопонес, что заметно сокращало бы путь и уменьшило бы опасность путешествия, поскольку в этом случае не возникали бы перед судами опасные мысы Пелопонесского юга. Вот тут-то и нашлось настоящее дело для сопровождавших Нерона в поездке воинов-претарианцев. Римский солдат должен дружить с лопатой не меньше, чем с мечом. Эту истину даже безнадежно далекий от военного искусства Нерон не мог не знать. И дали претарианцам в руки лопаты и созвали всенародную сходку, дабы по всей Элладе разнеслась весть о великом деле начатом императором. И под звуки труп Нерон первый ударил о землю лопатой и вынес на своих плечах первую корзину земли. Благородное начинание Нерона, увы, не получило достойного продолжения. Работы на истме оказались заброшенными, и канал на перешейке появился спустя 18 столетий в 1893 году. Но ни одним каналом через истм решил Нерон отблагодарить Грецию за столь благосклонное отношение к его артистическому дарованию. Благородный Рим освобождает Элладу, не требуя ничего взамен. Греция к этому времени была заурядной провинцией Рима под названием Ахайя. Нерон, движимый самыми лучшими чувствами, решил исправить положение. Он, конечно, не мог подарить ей государственной независимости, да она этого и не требовала. Пребывание в составе Римской империи давно уже не было грекам в тягость, и времена независимости греческих государств были безнадежно забыты. Никто уже не тешил себя мечтами об их восстановлении. Нерон подарил Греции другую свободу. Свободу от выплаты налогов в общеимперскую казну. Заботясь обо всей провинции Ахайя, Нерон не забывал и о лучших ее людях по его представлениям. Щедро были вознаграждены судьи всех игр, получившие достойную денежную награду и римское гражданство. Благодеяние Нерона Греции высоко ценили подлинно великие сыны Эллады. Среди них Плутарх, Филострат и Повсаний. При всей анекдотичности ряда моментов этой знаменитой поездки Нерон за нее упреков не заслуживает. Но, увы, и прекрасные дни, проведенные на родине горячо любимых им искусств, Нерон осквернил тройным убийством. Именно в Греции погибли Карбулан и братья Скрибоний, люди, никаких преступлений не совершившие и верно служившие империи на ее самых опасных границах на Западе и Востоке. На их места были назначены новые люди. И еще одно назначение, напомним, сделал Нерон в Греции, оказавшие решающее воздействие на развитие событий в римской державе не только в ближайшие годы, но и десятилетия. Получив известие о скверном обороте дел в Иудее, Нерон подчинил тамошние легионы новому военачальнику. Нерон отправил его подавлять мятеж в Иудее. Можно уверенно сказать, если бы в распоряжении доблестного Флавия не оказалось легионов Востока, а оставался бы он в свете императора, то никогда бы ему не возвысится в правители империи. Получается, что Нерон, погубивший в своем лице династию Юлиев-Клавдиев, сам нечаянно проложил дорогу на полотен Флавием. Неизвестно, сколько бы еще времени Нерон провел в Греции, но его позвали в Италию плохие новости из Рима. Гелий сообщал, что положение в столице становится угрожающим для власти императора. Сначала он направил письмо Нерону, но затем прибег к более решительным мерам. Оставив Рим, Гелий прибыл в Грецию, где, представ перед императором, огорошил его известием о наличии в Риме нового опасного заговора. Память о прежних заговорах была слишком свежа, и Нерон принял решение о возвращении в Рим. Глава девятая Qualis Artifics Berum Возвращение Нерона в Рим выглядело триумфальным шествием императора-полководца, сокрушившего только что во благо римского народа несметные полчища грозных врагов империи. Несомненно, Нерон пребывал на вершине счастья. Артистический триумф в Греции стал для него главным достижением всего его правления, всей его жизни. Сколь тщательно продуман маршрут его возвращения. Сначала Неаполь, где начинал он свои публичные выступления, пусть те, кто имел счастье впервые слышать божественное пение Цезаря перед народом, первыми же узрят его достигшего вершины славы. Затем Аанций, родина Нерона. Далее Альбан, здесь у подножия Альбанской горы к северу от Альбанского озера, основал свой город Асканий-Юл, прародитель Юлиев. Наконец, Рим. Он должен увидеть Нерона в образе триумфатора. Да, пусть римляне видят, что победы их императора в греческих играх так же ценны, как победы на полях сражений. Можно себе представить, что на самом деле думали римляне об этом высокоартистическом триумфе. Казна опустела, поборы растут, раздачи сокращаются, войску не доплачивают, хлеб в Рим подвозят с перебоями, поскольку все корабли Нерон угнал в Грецию. Сколько поводов для ликования? Неизвестно, был ли в действительности заговор, о котором Гелий сообщил Нерону, но перемена в настроениях римлян в отношении Нерона к худшему была очевидна. Нерон, чувствовавший себя триумфатором, как никогда был одинок. Он даже не представлял себе, сколь мало времени осталось у него для того, чтобы упиваться своим счастьем, ощущать себя величайшим артистом. Иллюзорности происходящего он не чувствовал. Он никак не мог отойти от восторгов по поводу победы мнимой и в том роде деятельности, которую римляне ни в грош не ставили. Нелепой игрой в триумф он, несомненно, приблизил конец своего царствования. Мнимая победа способствовала приходу настоящей расплаты. Расплаты за все. В начале марта 68-го года Нерон находился в любимом Неаполе, менее всего думая о какой-либо опасности. Близился праздник Минервы. Но вместе с этим приятным событием приближалась дата, которую он никогда не любил вспоминать. Годовщина убийства Агриппины. И надо же было такому случиться, что известие о восстании в Галлии, направленном против его власти, он получил как раз в тот самый день, когда девять лет назад приказал убить свою мать. Восстание против Нерона поднял наместник провинции Лугдунская Галлия Лугдун современный город Лион во Франции Гай Юлий Виндекс Он написал воззвание прямо направленное против Нерона, смысл которого был в отмщении ему за все его злодеяния и сумасбродство и освобождении римлян от власти этого негодного принципса. Нерон сначала не понял, насколько опасно начавшееся движение. Он знал, что в Лугдуне не стоят легионы, одна лишь когорта городской стражи. Это не войско. Несколько сот человек военной опасности для правителей империи не представляют, тем более, если находятся в достаточно отдаленной провинции за Альпами. Демонстрируя полное презрение к Виндексу, Нерон продолжил свои обычные развлечения, направившись в гимнасий, где увлеченно смотрел на состязания борцов. Толк в борьбе он знал и даже сам считался сильным борцом. Более того, как раз в это время им овладела мысль добиться в борьбе такого же совершенства, Геркулес, повторив его подвиги. Позднее будут рассказывать, что якобы уже готовилось невиданное представление. Нерон должен был появиться на арене в облике Геркулеса и то ли пришибить дубиной специально подготовленного льва, то ли задушить его голыми руками. Геркулесовым планам не суждено было осуществиться. Тревожные вести из Галии шли одна за другой. Однако Нерон оставался холоден и только пригрозил мятежником, за многие сотни мил от него находящимся, что дехуда им придется. Иным его беспечность казалась даже проявлением радости от возможности разграбить богатейшие провинции по праву войны. Последнее едва ли справедливо. Скорее, Нерон просто не представлял себе, насколько серьезно начавшееся движение. О войне он никогда не любил думать. Пригрозив Виндексу и примкнувшим к нему, Нерон потерял к мятежникам всякий интерес. Очнулся он спустя лишь восемь дней, получив весть о содержании очередного воззвания Виндекса. В нем вождь восстания сумел нанести Нерону самый болезненный удар. Он назвал его Дрянным Кефародом. Нельзя было более оскорбить Нерона. Он хладнокровно перенес куда более серьезное оскорбление. Виндекс именовал его родовым именем Агенобарб, прямо обращая всеобщее внимание на сомнительную законность прав Нерона на наследие Клавдии, всего лишь пасынок покойного принцепса, не более того. На это Нерон гордо объявил, что родового имени не стыдится и готов даже вновь, как в детстве, стать Агенобарбом, отрекшись от имени Клавдия, взятого при усыновлении. Но оскорбление своего достоинства как музыканта он снести не мог. Тут же он стал вопрошать окружающих, не знает ли кто из них более искусного Кефарода, нежели он. Разумеется, никто не знал. Немного успокоившись, Нерон придал делу неожиданный и по-своему нелишенный остроумия поворот. Если Виндекс лжет, называя Нерона дрянным Кефародом, то столь же ложными являются и все прочие обвинения. Оставалось только, чтобы все остальные в Риме и во всей империи подумали так же. Мятеж в провинции, поднятый Виндексом, был новым явлением в противодействии политике Нерона. До поры до времени в отдаленных от Рима владениях империи равнодушно взирали на происходящее в столице. Жесткость Нерона касалась весьма узкого круга высшей знати, никак не затрагивая тех, кто возглавлял провинции и командовал легионами. Да и число жертв произвола исчислялось единицами до заговора Пизона. Но во время своей греческой гастроли Нерон ухитрился расправиться с тремя выдающимися военными Карбуланом, возглавлявшим и весьма успешно легионы на Востоке, а также братьями Скребониями, достойно управлявшими самыми опасными в военном отношении провинциями и командовавшими легионами на Рейнской границе. Теперь наместники провинции считали себя в опасности. Ведь невиновность Карбулана и Скребония была всем очевидна. Значит, следующим может стать любой. Поэтому восстание Виндекса и последующее поведение высших военных империй, а также наместников важнейших провинций, что в итоге привело Нерона к гибели, вполне естественны и закономерны. Не тронь Нерон военных, его правление могло бы еще долго продолжаться. Плохие вести тем временем продолжали приходить. Нерону становилось не до смеха. Наконец он решил вернуться в Рим. По дороге в Рим он обратил внимание на памятник, где было изображено, как римский всадник тащит за волосы повергнутого гальского воина. Возможно, таким образом увековечили подвиги римлян в знаменитой гальской войне Гая Юлия Цезаря. Нерон, числившийся среди пусть очень дальних, но потомков божественного Юлия, счел это доброй приметой. Он также повергнет Виндекса, взбунтовавшегося в Галлии. Он даже подпрыгнул от радости и возблагодарил небо, пославшее ему славное предзнаменование. Прибыв в столицу, он раздумал обращаться с речью к Сенату и римскому народу. Виднейших граждан он все же созвал во дворец, но совещался с ними недолго. Много более важным ему показалось иное занятие. Как раз во дворец доставили новые водяные органы необычного вида, и Нерон со знанием дела подробно объяснял гостям их устройство, сложность каждого из них. Под конец он даже пошутил, сказав, что намерен выставить эти органы в театре, если Виндексу это будет угодно. А дела в Галлии тем временем принимали все более и более скверный оборот. Легионов у Виндекса действительно не было, но к нему охотно стало присоединяться население провинции, на себе ощутившее рост налогов и всякого рода новых поборов. Число восставших определяли уже в 100 тысяч человек. Более того, вскоре пришло известие о том, что Виндекса намерен поддержать наместник тараконской Испании Сервий Сульпицей Гальба. Этот человек давно уже был на подозрении в Риме. Возможно, его гелий тоже считал одним из заговорщиков, о которых докладывал Нерону в Греции. Во всяком случае, прокуратором в Испанию был от Нерона послан приказ предать Гальбу смерти. На месте, однако, это распоряжение Нерона понимание не вызвало, и в результате оно оказалось в руках Гальбы. Теперь весть о восстании Виндекса стало для Гальбы бальзамом на душу. Можно ведь, конечно, перехватить один тайный приказ, но намерение Нерона этим не изменишь. Очень своевременно пришло в Новый Карфаген, современный город Картахена в Испании, письмо от Виндекса с призывом стать вождем и освободителем от гнета Нерона. Не будучи еще уверен в поддержке со стороны своего окружения, Гальба созвал совещание, на котором огласил послание Виндекса и спросил у присутствующих совета, как поступить. А они, оказывается, уже были готовы поддержать мятежного пропретора из Лугдуна. Плутарх пишет, что Тит Виней, командовавший единственным легионом, расположенным в Тараконской Испании, высказался с подлинно военной прямотой. Какие еще тут совещания, Гальба? Ведь, размышляя, сохранить ли нам верность Нерону, мы уже ему не верны. А если Нерон нам отныне враг, нельзя упускать дружбу Виндекса. Как только стало известно о поддержке Гальба и восстании против Нерона, так на его сторону перешел легат провинции Лузитании. Это был Марк Сальвий Оттан, тот самый наперстник Нерона, участник его распутных похождений, затем второй супруг Попеи Сабины, которую он не пожелал уступать Цезарю, почему и оказался на берегах Атлантики. Провинцией своей он управлял хорошо, но обиды Нерону не простил. Потому первым примкнул к Гальбе и стал его рьяным сторонником. Как рассказывает Светоний, на Нерона известие о поддержке Гальба и мятежного виндекса произвело умопомрачительное впечатление. Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, он рухнул и в душевном изнеможении долго лежал как мертвый, не говоря ни слова. А когда опомнился, то, разодрав платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что все уже кончено. Старая кормилица утешала его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало, но он отвечал, что его судьба небывалая и неслыханная. При жизни он теряет императорскую власть. Нерон, конечно же, был прав. Два римских императора, два Гая, божественный Юлий и Каллигула были убиты, когда находились у власти и до последнего дня в полной мере ею располагали. Принципсу Нерону предстояло сначала лишиться императорской власти, а потом уже встал вопрос о его личной судьбе. Нарастающее бедственное положение в стране заставило Нерона метаться. Периоды бурной активности, когда казалось, что он наконец-то проявит себя как должно принципсу, сменялись приступами прострации вопиющей праздности. Временами он бросался в разгул, напивался до потери разума. Именно в таком состоянии он заявлял, что собирается всех начальников провинций и войска убить как соучастников заговора, что надо перерезать всех живущих в Риме галлов, а саму Галию отдать на растерзание войскам. В пьяном безрассудстве он грозился извести ядом весь сенат на перах, Рим поджечь, а на улице выпустить диких зверей, чтобы никто не мог спастись. Наутро после подобных излияний он вряд ли мог припомнить и десятую долю той ахинеи, что нес в пьяном угаре. Но в его окружении не все были так же пьяны, и из дворца ползли слухи о жутких намерениях Нерона. Слухи, как всегда в таких случаях, стремительно обрастали новыми подробностями. Потому отличить здесь, что говорил пьяный Нерон, а что приписывала ему молва, совершенно невозможно. Иногда он приходил в себя и даже являл свое природное остроумие. Так, получив успокаивающее известие, скорее всего, о затруднениях у мятежников, он устроил роскошный пир, на котором, как в лучшие годы, позабавил гостей язвительными стихами про вождей восстания. Стихи он пропел, как игривые песенки, сопровождая их смешными телодвижениями. Злая сатира на своих врагов была, очевидно, удачной. Песенки Нерона тотчас же подхватили повсюду. Но, увы, это был единственный успех Нерона в борьбе с множившимися мятежами. Движимый инстинктом самосохранения он все же попытался действовать решительно. Для начала он заявил, ссылаясь на некое пророчество, что Галлию может завоевать только консул. Он сместил обоих консулов и сам вступил в их должности. Наверное, Нерон уже никому не доверял. Новую свою должность он отметил очередным пиром, с которого ему пришлось уходить поддерживаемым друзьями. И вот тут-то он и изложил им такой потрясающий план грядущего похода против гальских мятежников, какой мог прийти в голову одному Нерону. Он заявил, что как только они будут в Галлии, он выйдет навстречу войскам безоружный и одними своими слезами склонит мятежников к раскаянью, а на следующий день, веселясь среди общего веселья, споет победную песнь, которую должен сочинить заранее. Тем не менее, военные меры все же были предприняты. Прежде всего Нерон вспомнил о своем легионе Фаланге, который предназначался для дальнего похода к берегам Каспия. Этих славных шестифутовых воинов, набранных ранее в Германии, Британии и Иллирии, решено было употребить в дело не на крайнем востоке империи, но на близком и мятежном западе. Кроме того, правильно рассудив, что на море с гальскими повстанцами воевать все равно не придется, а военных моряков на кораблях Мизенского флота в избытке, Нерон распорядился сформировать новый легион из морской пехоты. Все эти силы двинулись на север Италии, где их возглавил испытанный военачальник Петроний Турпилион, несколько лет назад отличившийся в Британии. Сам Нерон, оставшись в Риме, занялся подготовкой своего личного участия в подавлении мятежа. Готовясь к походу, он прежде всего позаботился собрать телеги для перевозки театральной утвари, а наложниц, сопровождавших его, остричь по-мужски и вооружить секирами и щитами, как амазонок. Потом он объявил воинский набор по городским трибам, но никто годный к службе не явился. Тогда он потребовал от хозяев известное число рабов и отобрав из челяди только самых лучших, не исключая даже управляющих и песцов. Всем сословием приказал он пожертвовать часть своего состояния, а съемщикам частных домов и комнат немедля принести годовую плату за жилье в императорскую казну. С великой разборчивостью и строгостью он требовал, чтобы монеты были не истертые, серебро переплавленное, золото пробованное, и многие даже открыто отказывались от всяких приношений, в один голос предлагая ему лучше взыскать с доносчиков выданные им награды. Вопиюще нелепое и беспомощное поведение Нерона в час действительной опасности отталкивало людей. Даже разумные решения о сборе легиона из моряков и перенаправлении фаланги Александра с востока на запад он сопроводил такими дикими с военной точки зрения распоряжениями о театральном обозе и преображении дворцовых шлюх в гордых амазонок, что свел на нет все предыдущие усилия. Отправленные на север легионы бездействовали и ничем не помогли Нерону в подавлении мятежа, а открытое неповиновение населения Рима грозным приказом действующего принципса явственно обозначило для Нерона начало конца. Такого Рим еще не знал, ведь отказывают в повиновении лишь тому, кого уже императором не считают. В обстановке растущих мятежей и рушащейся власти Нерона нарушилось хлебное снабжение Рима. Тут же молва стала обвинять его в стремлении нажиться на дороговизне хлеба. В городе с миллионным населением наметилась пугающая всех угроза голода. И надо же было случиться такому, что когда в город к всеобщей радости прибыл наконец корабль из Александрии, о котором заранее необдуманно объявили, что он везет хлеб, оказалось, что он нагружен. Песком. А песок-то везли для любимых Нероном гимнастических состязаний. Стоит ли удивляться, что ненависть римлин к Нерону достигла крайних пределов. Уже не было таких оскорблений, какими бы его не осыпали. Глумлению подверглись статуи Нерона. К макушке одной привязали петушиный гребень, петух символ мятежной Галлии и приладили надпись по-гречески, чтобы доставить особое удовольствие Нерону. Вот и настоящее состязание. Теперь не сдобровать. Другой же статуей на шею повесили мешок, а надпись сделали прямо угрожающую. Сделал я все, что мог, но ты мешка не минуешь. В мешок перед казнью полагалось зашивать матери убийцу. Впервые Нерону прямо указали на ожидающую его участь. На этом фоне язвительные надписи, что Нерон своим пением разбудил гальского петуха, выглядели уже милой безобидной шуткой. Стали покидать Нерона и ближайшие соратники. Тигелин то ли заболел, предчувствуя крах Нерона и понимая, что и ему в этом случае не сдобровать, то ли прикинулся больным из осторожности. Много хуже повела себя устроительница сексуальных оргий Кальвия Криспинила. Оказалось, что ей по плечу не только воплощать в жизнь свои и Нерона развратные фантазии. Перебравшись под шумок в провинцию Африка, она уговорила поддержать восставших против Нерона легата Клодия Макро, в чьем распоряжении был легион, контролирующий эту провинцию. Учитывая, что из Африки в Рим также поступал хлеб и иное продовольствие, это был смертельный удар. Даже весть о гибели Виндекса не принесла Нерона успокоения. Проконсул Верхней Германии Виргиний Руф разгромил армию Виндекса близ крепости Везоний в Галлии, но победоносные легионы немедленно провозгласили своего полководца императором. Осторожный Руф отказался от высочайшей чести, но заявил, что принцепса должны избрать сенат и народ. А это значило, что Нерона в любом случае он принцепсом уже не считает. Потому-то известие это взволновавшее Гальбу, удрученного гибелью своего союзника Виндекса и опасавшегося возможных амбиций Виргиния Руфа для Нерона означало одно – крах всех надежд. Роковое послание Нерон получил на очередном своем Перу. Самое удачное время для веселья. Плиний Старший так прокомментировал поведение императора. Нерон, получив весть о своем крахе, в приступе гнева разбил два хрустальных кубка, бросив их на землю. Это было местью наказывающего свой век, чтобы никто другой не пил из них. Светоний уточняет, что при этом Нерон еще и изорвал донесения, а также опрокинул пиршественный стол. Разбитые кубки Нерон ранее называл гомерическими, так как резьба на них была испаем гомера. Интересно, вспомнил ли он при этом, что обреченный им на смерть Петроний также перед уходом из жизни разбил драгоценный ковш, чтобы тот не достался виновнику его гибели Нерону. Но Петроний уходил в небытие с достоинством и мужеством. Нерон же бился в истерике. Впрочем, Нерон еще не собирался умирать. Понимая, что ему уже не сохранить за собой власть, он делал отчаянные попытки спасти жизнь. Выход виделся ему в бегстве, но куда бежать? Судя по всему, в Египет. Провинция, где он так мечтал побывать, будучи могущественным императором, куда однажды уже собирался, казалась ему почему-то спасительным убежищем. Главное, в Египте Александрия, где процветает самая изысканная поэзия, где замечательно аплодируют артистам. Может быть, там он и прокормится ремеслишком, как однажды в шутку Нерон говорил, узнав о предсказании, грозившем ему утратой власти. Бегство замышлялось всерьез. Надежных вольноотпущенников Нерон отправил в Остею готовить корабли. Сам же вызвал к себе трибунов и центурионов претарианских когорт. И здесь он совершил последнюю свою роковую ошибку, после которой немедленная печальная развязка стала неизбежной. Претарианцы и ранее неоднократно видели Нерона не в лучшем виде. Но тогда это был пусть и ведущий себя странно, а порой и недостойно своего высокого звания, но полновластный император, никогда не забывающий о возможностях своей власти и готовый при первой необходимости ее употребить. Такого трудно любить, но повиноваться должно. А тут трибуны и центурионы увидели перед собой в конец растерянного и утратившего всякую веру в возможность сопротивления врагам человека. Уже не императора, но трусливого беглеца. Вражеские легионы-то находились за сотни миль от Рима в полном смысле слова за горами и морями, а этот уже спраздновал труса, готов сломя голову бежать из собственной столицы, по сути сложил с себя высшую власть, чего до него не делал ни один человек, принявший славные имена Цезаря и Августа. Возможен ли больший позор? Мало того, он хочет, чтобы воины претерианских когорт стали соучастниками этого трусливого бегства. Претерианцы присягают на верность принцепсу исполнять его волю их долг, но повиноваться беглецу, тому, кто уже не император, но гонимый врагами низвергнутый властитель, никогда. Помимо прочего, не могли претерианские трибуны и центурионы не задуматься и над тем, какова будет участь тех, кто все-таки решится сопровождать Нерона. Свергнутый принцепс, а Нерон, решившийся бежать из столицы, сам признал свое свержение свершившимся, обречен. Его будут преследовать как зверя на охоте и непременно уничтожат, а с ним погибнуты все сопровождающие, потому-то самые деликатные воины просто отмалчивались, другие прямо отказались. Один же в издевку процитировал стих, прямо указывающий Нерону на его участь. «Так ли уж горестно смерть?» Осознав, что претерианцы не являются более его опорой, Нерон стал раздумывать, не пойти ли ему просителем к Парфянам или к Гальбе, не выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с растральной трибуны в горьких слезах молить прощение за все, что было, а если умолить не удастся, то выпросить себе хотя бы наместничество над Египтом. Готовую речь о том нашли потом в его ларце. Удержал его, по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет форума. Готовился он и к возможному самоубийству. Еще накануне он попросил у лакусты яд, который она и вручила ему в золотом ларчике. Думал ли он, многократно прибегая к услугам знаменитой отравительницы, что последнюю порцию яда получит для себя? Тем временем командиры претерианцев явились к префекту Притория Немфидию Сабину в отсутствие то ли больного, то ли сказавшегося таким Тигелина, единолично руководящему всеми когортами, и наверняка в красках расписали ему жалкое поведение Нерона, сообщив и о своем решительном отказе сопровождать его в бегстве. Немфидий не стал колебаться. Служба Нерону закончена. Решив бежать, он сам освободил претерианцев от присяги. Префект Притория не стал мешать бегству Нерона, но счел необходимым известить Сенат о том, что Рим лишился Принцепса, поскольку Нерон сам решил свою участь. Сенат, совсем недавно раболепно выслушивавший зачитанную на его заседании речь Нерона против Виндекса, мгновенно очнулся и с удивительной быстротой и решимостью обрушил свой праведный гнев на беглого императора. Сенаторы так дружно восклицавшие «Да будет так, о август!» когда в послании Нерона мятежникам сулились суровое наказание и достойная гибель, теперь без колебаний обрекли на смерть того, кого еще утром этого дня почитали как своего принципса. Сенат, вдохновленный словами Немфидия о бегстве Нерона, немедленно объявил его врагом Отечества и присудил его к смертной казни. Казнь назначена была следующая. Нерон должен был быть проведен голым перед народом с колодкой на шее, затем засечен насмерть розгами и сброшен со скалы. Такой приговор заставлял вспомнить далекие первые века римской истории, когда приговоренных к смерти сбрасывали с торпейской скалы Капитолия. А Нерон все еще размышлял. Отказ претерианцев сопровождать его делал невозможным отъезд в Египет, каких-либо других способов спасения он изобрести не мог. Рассудив очевидно, что утро вечера мудренее, он, отложив все размышления на следующий день, лег спать. Во дворце в это время всем стало известно, что претерианцы более не на стороне Нерона. Судьба императора, покинутого собственной гвардией, настолько очевидна и печальна, что все, кто находился в золотом дворце, сочли за благо немедленно оставить это роскошное место, внезапно ставшее самым опасным местом в Риме. Подобно претерианцам, обитатели императорского дворца не желали разделить судьбу гибнущего владыки. «Вае виктис, горе побежденным!» Эти слова верны во все времена. Проснувшись среди ночи, Нерон с изумлением обнаружил, что его покинули телохранители. Увидев дворцовых рабов, он послал их за своими друзьями, однако не дождался ни друзей, ни посланных за ними. Пройдясь по дворцу, он увидел, что все двери заперты. Стал громко звать прислугу, никто не отвечал. Когда он вернулся в спальню, то оказалось, что за то время, пока он ходил по дворцовым покоям, разбежались последние рабы, ухитрившиеся прихватить даже простыни, на которых Нерон только что спал. Кто-то из слуг прихватил из опочевальни императора тот самый золотой ларчик с ядом, полученный Нероном от лакусты. Может, просто прельстившись золотом и не догадываясь о смертоносном содержимом ларца. А может, похититель ларца сознательно решил лишить Нерона возможности простого ухода из жизни. Отсутствие яда, принудило Нерона искать другой способ неизбежного уже расставания с жизнью. Всеобщее бегство из дворца было слишком красноречиво. Он попытался найти своего знакомого гладиатора Спикула и упросить его помочь своей многоопытной в кровопролитии рукой покончить с собой несчастному принципсу. Но Спикула тоже нигде не было. В отчаянии он готов был принять смерть от руки любого другого опытного убийцы, но вокруг не было даже неопытных. «Неужели нет у меня ни друга, ни подруги?» воскликнул он и выбежал прочь, словно желая броситься в Тибр. Друзья за пределами дворца все же обнаружились. Самыми верными Нерону остались четверо вольноотпущенников Неофит, Спор, Фаон и Эпофродит. Знакомые лица какие-то слова поддержки несколько успокоили Нерона и он оставил мысли о немедленном самоубийстве. Последние часы жизни Нерона столь блистательно изложены свитонием, что наилучшим представляется дать слово автору жизни двенадцати цезарей. Он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между соляной и наментанской дорогами на четвертой миле от Рима. Нерон как был босой в одной тунике, накинув темный плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, вскочил на коня. С ним было лишь четверо спутников, среди них спор. С первых же шагов удар землетрясения и вспышка молнии бросили его в дрожь. Из ближнего лагеря до него долетали крики солдат, желавших гибели ему о гальбе удачи. Он слышал, как один из встречных прохожих сказал кому-то «Они гонятся за Нероном». Другой спросил «А что в Риме слышно о Нероне?» Конь шарахнулся от запаха трупа на дороге, лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной притарианец узнал его и отдал ему честь. Доскакав до поворота, они отпустили коней и сквозь кусты и терновник по тропинке, проложенной через тростник, подстилая под ноги одежду, Нерон с трудом выбрался к задней стене виллы. Тот же Фаон посоветовал ему до поры укрыться в яме, откуда брали песок, но он отказался идти живым под землю. Ожидая, пока пророют тайный ход на виллу, он ладонью зачерпнул напиться воды из какой-то лужи и произнес «Вот напиток Нерона». Плащ его был изорван и терновник, он обобрал с него торчащие колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой коморки и там бросился на постель на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить. Предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды немного выпил. Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, принести воды и дров, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он всхлипывал и все время повторял «Qualis Artifics Perio» «Какой великий артист погибает!» Пока он медлил, скороход принес письмо. Выхватив его, он прочитал, что сенат объявил его врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь. Ему сказали, что преступника раздевают до нога, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собой, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил. То он уговаривал спора начинать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь примером помог ему встретить смерть, то бронил себя за нерешительность такими словами. «Живу я гнусно, позорно, ни к лицу, ни рону, ни к лицу, нужно быть разумным в такое время, ну же мужайся». Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. Заслышав их, он в трепете выговорил строку из Элиады. «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает», и с помощью своего советника по прошениям Эпофродита вонзил себе в горло меч. Он еще дышал, когда ворвался Центурион, и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет ему помочь. Он только и мог ответить «Поздно», и «Вот она, верность», с этими словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились, на них было ужасно смотреть. Нерон погиб на 31 году жизни, 7 июня 68 года. Суеверные римляне не могли не обратить внимания на знаковые совпадения роковых дат в его жизни. Известие о восстании Виндекса, положившее начало его падению, он получил в день гибели Агриппины, а погиб в тот самый день, в который за пять лет до этого погубил безвинную Октавию, свою первую жену. Сенат не стал мстить мертвому Нерону. Тело его было погребено должным образом. Останки собрали на погребальном костре его кормилицы Эклога и Александрия и Акте, несмотря на разлуку все эти годы хранившие добрые чувства к Нерону. Урна с его прахом была помещена в родовой усыпальнице Домицыев. Так первая любовь Нерона достойно проводила его в последний путь. Редактор субтитров Корректор Субтитров 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 Субтитров